На часах 22.00 начинаем спецвыпуск информационная программа «Автограф дня». Мы в прямом эфире. Всех приветствую. С вами Алексей Шемякин. Самое время начать подводить первые итоги единого дня голосования. В эти минуты все 932 избирательных участка закрыли свои двери, вскрываются урны и начинается подсчет голосов. Это прямая трансляция с камер видеонаблюдения. Под их зорким оком 30 территориальных избирательных комиссий и 219 участков региона. Наблюдать за работой участковых комиссий таким образом можно было с 7 утра. Трансляция организована через сайт «Наш выбор 2018». Это сделано для обеспечения открытости и гласности. Итак, сегодня мы выбирали новый состав областного парламента, Архангелогородцы, Городскую думу, Котлашане и жители еще 7 муниципалитетов, депутатов местных советов. И сейчас у нас на прямой связи мой коллега Артемий Заварзин. Он сегодня весь день работает в областной избирательной комиссии и отслеживает всю информацию, которая туда стекается. Артемий, добрый вечер. Что сейчас происходит в обл. избиркоме? Да, Алексей, добрый вечер. Ну что, с 14 часов работы избирательных участков позади. И сейчас в эпицентре, внимание, только один участок – это областной избирком. Сюда будет стекаться самая актуальная информация об итогах выборов. И сюда будут приходить самые последние данные. Ну а рано утром сюда пришел и, видимо, уйдет отсюда утром только следующего дня мой собеседник Андрей Контьевский, председатель областного избиркома. Андрей Васильевич, приветствую вас вновь. Скажите, проголосовали ли, успели ли сегодня? 20 минут назад был на избирательном участке, отдал свой голос за кандидатов в городскую думу, за кандидатов в областное собрание. То есть на избирательном участке еще присутствовало достаточно большое количество избирателей. Считаю, что до 22 часов время, которое было продлено законодателям, оно дало свой результат. И избиратели, которые раньше после 8 часов не могли отдать свой голос, сегодня это сделали. То есть в этих процентных соотношениях, что на экране мы увидим и в том числе и ваш голос, вот по состоянию, я так понимаю, на 20 часов, да, какие цифры уже есть, о которых мы можем говорить? Мы проанализировали явку на 20 часов. Она составила 27 с небольшим процентом по Архангельской области. И надо отметить, что лидеры те районы, где наиболее активно голосовали избиратели, они не изменились. Это в основном районы сельские, то есть Пенежский район, Лешуконский, Мизинский район, Холмогорский, Шенкурский районы, Конорский, Каргопольский районы. Там избиратели наиболее активно в течение всего дня приходили на избирательные участки. Ну и, соответственно, в городах Архангельс-Северодвинс тоже сейчас избиратели до конца, до 22 часов голосовали. И, конечно, тоже явка увеличилась, в том числе и в городах. Ну, проанализировать, наверное, явку окончательно еще только предстоит, но вот уже точно понятно, что цифру пятилетней давности по явке мы уже преодолели. Да, явка по сравнению с 2013 годом уже на 2% была больше по состоянию на 8 часов. Я думаю, что сейчас за оставшиеся два часа еще избиратели пришли на участки, и мы увидим итоговую явку в нашем итоговом протоколе, который будет на следующей неделе подписан, и который подтвердит результаты сегодняшнего дня голосования. Ну, сейчас, наверное, главный вопрос, который интересует всех телезрителей. Когда же мы узнаем окончательные итоги, когда это случится, это или ночью, или рано утром? Итоги будут подводиться, соответственно, участковые избирательные комиссии сейчас в 22 часа приступили к подсчету голосов, непосредственно считают бюллетени избирательные. После этого они поедут в соответствующие территориальные комиссии, и территориальные комиссии, подведя итоги на своей территории, в окруженных комиссиях, создадут протоколы. После этого в каждом округе будут подведены итоги, и тем самым будет поставлена точка в отношении кандидатов-одномандатников. Завтра с 14 часов протоколы начнут поступать в область с Бирком. Мы подведем итоги на следующей неделе, то есть предварительно пока на среду мы планируем это сделать, и в среду, я думаю, что пригласим журналистов и представителей средств массовой информации для подведения итогов, для того, чтобы узнать, кто из партий набрал сколько процентов голосов. Ну, предварительно хотя бы к полуночи, мы все-таки какие-то цифры уже, я думаю, что будем знать. Да, здесь в информационном центре нашем, здесь будет информация выводиться на экране в режиме реального времени, сразу же, как только первые протоколы начнут вводиться в систему газ-выборы. Андрей Васильевич, спасибо большое. Не прощаюсь с вами, потому что совсем скоро мы вновь выйдем на прямую связь с нашей студией, и будем сообщать самую последнюю информацию. Также ожидается первый брифинг с участием наших коллег, журналистов различных средств массовой информации. Поэтому все только начинается. Алексей, слово тебе. Спасибо, Артемий. Спасибо, Андрей Васильевич. Будем ждать новой информации. Как только она поступит, сразу сообщите нам, и мы вновь выйдем на связь. Ну, а пока продолжаем. В Архангельске окраина оказались сегодня активнее центральных округов. Традиционно первыми на участки приходили люди старшего возраста, но не подвела и молодежь. О том, как голосовала столица региона, в большом репортаже Натальи Пулиной. За первый поход на выборы каждый молодой избиратель получил сегодня подарок от избиркома. Но не ради кружек и ручек шла голосовать молодежь. Архангела Городка Елизавета Шемякина, например, хотела быть сопричастной к важному политическому событию. Потому что это интересно, как это все проходит, и хочется участвовать в политической жизни. А уроженец Виноградовского района Николай Питаев голосовал в библиотеке САФУ. Этот участок выбрали многие иногородние студенты, у которых, как у Николая, активная гражданская позиция. Каждый голос важен. Если каждый будет думать, что мы не будем голосовать, то какой смысл? А так, если каждый подумает, что мы придем по голосу, то что-то ведь и получится, может. В Архангельске уже привыкли, что главный молодежный участок – это все-таки дом молодежи. Но сегодня, вопреки ожиданиям, молодых избирателей там было не так и много. Избиратели к нам приходят. Большая часть у нас – это избиратели от 30 лет и старше. Но, если честно, мы ожидали прихода больше молодежи. Но на самом деле чуть поменьше. Хотя в Доме молодежи была своя уникальная программа. На первом этаже проходил фестиваль волонтеров «Доброфест». Десять интерактивных тематических площадок привлекли внимание рядовых горожан и первых лиц. В Архангельской области готовы делать добро, делать его много, с открытой душой, и при этом еще и профессионально. Я это увидел здесь, на этих площадках, и уверен, что у этого движения огромное будущее, потому что людей туда не ведут. Люди приходят сами и отдают это добро всем остальным. Новички сегодня были и по ту сторону избирательного процесса – в участковых избирательных комиссиях. Весной после президентских выборов избиркомы сформировали на следующие пять лет. Состав обновился на 30%. Первое, что я научилась делать – это сшивать книги регистрации. Очень интересная работа. Она, мне кажется, успокаивает. Что я еще делаю? Я считала бюллетени. Эта работа мне не очень понравилась, потому что она требует некой сосредоточенности. Но я думаю, я буду над собой работать, и в следующий раз у меня количество подсчитанных бюллетеней будет с каждым разом все точнее и точнее. У избирательного участка номер 46 в центре Архангельска своя специфика. В списке приписанных к нему избирателей много известных людей и медийных личностей. И тут членам комиссии помогает опыт. Ну да, приходят, голосуют, но мандража нету. Все равно, как обычные люди, все голосуют. Вице-спикер Государственной Думы Ольга Епифанова живет и работает в Москве, но прописано по-прежнему в Архангельске. Вот и голосуют на своем участке за новый работоспособный состав регионального парламента. В наших законах нет понимания и понятия «дети войны», хотя мы их поздравляем и все в обиходе этим пользуемся. У нас стоит законопроект о социальном предпринимательстве. Нам необходимо внести поправки и даже вообще, в принципе, принять новый, очень большой, хороший закон о защите животных. По данным городской избирательной комиссии, активнее в Архангельске проголосовали окраины. Сегодня в списке лидеров по явке округ Вараевна-Фактория, Маймакса и Майская горка. Да и в целом в областном центре люди больше интересуются выборами, чем пять лет назад, в 2013-м. Даже заядлые дачники успели проголосовать. На даче, конечно, работы много, но тем не менее я сходил сначала на выборы, а потом приехал на дачу. Потому что ответственность большая перед страной. Надо выбирать нужную нам власть, которая нам поможет жить и дальше. А Тамара Радюшина, наоборот, дачные дела закончила и поспешила на автобусную остановку из СНТ «Лодимка», чтобы успеть на свой избирательный участок. Я посуду мыла, дрова колола, вот еле и бреду домой. На выборы пойдете сегодня? Вот еду на выборы. Только не знаю, за кого голосовать. Но я почему-то всегда хожу. Наталья Пулина, Олеся Кокина, Денис Линчевский, Светлана Михеевская, Евгений Зыков. Регион 29. Сельские жители в нашем регионе традиционно голосуют активнее городских. Целый день появки сегодня лидировали Пинежский, Лешуконский и Мизенский районы. Несмотря на полевые и приусадебные работы, люди нашли время, чтобы дойти до своих избирательных участков. Каким был выборный день в разных районах области, знает Владлена Романова. Дойти до избирательного участка Ольге помогла мама. Свой голос незрячая девушка оставила в специальном бюллетене со шрифтом Брайля. Мы голосуем постоянно. Это очень важное мероприятие. Мы ответственно к нему относимся. Не прогуливаем никогда. Всего на территории Вельского района сегодня работало 60 избирательных участков. На выборы приходили целыми семьями, но к вечеру явка составила лишь 23%. В Устьянах сегодня работало 36 участковых комиссий. По данным на 18 часов участки посетило 25% избирателей. Большинство проголосовавших – люди старшего поколения, для которых выборы – это не пустой звук. Сделала свой выбор и с чувством исполненного долга, своей гражданской позиции могу ехать с чистой совестью на дачу. На 27 избирательных участках Шенкурского района особого ажиотажа также не наблюдалось. Хотя устьяков здесь обошли. К 18 часам явка превысила 30%. Как везде в сельской местности, большая часть пришедших – пенсионеры. Выборы – это такой политический акт, от которого зависит дальнейшая наша жизнь. В Няндаме один из самых красивых участков расположился в школе искусств. Здесь с одинаковым радушием встречали и опытных избирателей, и тех, кто голосовал впервые. Комфортно, организована музыка, работает буфет, встретили тепло. 21-й избирательный округ включает сразу три района – Пенежский, Лишуконский и Мизенский. Они и стали лидерами в регионе появки избирателей в первой половине дня. До обеда здесь уже проголосовало около 10% избирателей, включенных в списки. Пожел на выборы, чтобы отдать свой голос за своего кандидата. В Онеге для удобства горожан по городу курсировали бесплатные автобусы. Были организованы дополнительные рейсы к дачным кооперативам. А на участках всем избирателям дарили памятные подарки – блокноты и крышки для заготовок с символикой выборов. Детям – воздушные шары. Прошла в районе и специальная акция. У нас проходит акция «Поймай свою удачу». Каждый житель Онежского района может принять участие. Тот, кто пришел на избирательный участок, может оставить свой номер мобильного телефона, а после выборов мы проведем розыгрыш призов. В Онеге сегодня прошла богатая культурная программа. Концерты и даже мастер-класс по латиноамериканским танцам. Они же они чудесным образом совместили их со своими планами. С маленьким провинциальным городом я считаю, что для нас главное мероприятие. Но вот на сегодня это поля, картошка, лес. То есть проголосовал с утра и поехал по делам. Как отмечают председатели районных тиков, в целом явка на сегодняшних выборах схожа с предыдущими 2013 года. А вот результаты могут оказаться совершенно непредсказуемыми. Владлена Романова, Регион 29. Мы обещали гостей. Пожалуйста, участник избирательной гонки, заместитель председателя правительства Архангельской области Екатерина Прокопьева у нас в студии. Екатерина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер, Эпси. С каким настроением вы голосовали, шли на избирательный участок сегодня? Какой настрой у ваших земляков? Я знаю, что вы сегодняшний день провели в Холмогорах. Ну, естественно, всегда ходишь на выборы с нелегким волнением, а сегодня особенно, учитывая, что я сама избираюсь. Действительно, утром в 45-й школе проголосовали с семьей и поехали к родителям. Это те люди, которые сегодня особенно переживают. Что они вам сказали? Они сказали, давай пей шанги, не переживай. Как нужно, так все и будет. Вы давно довольно-таки в исполнительной власти, но, как вы сказали, вы первый раз в качестве кандидата, то есть законодательная жизнь, она, конечно, вам знакома, но, что называется, не изнутри. Вы почувствовали до конца вообще вот всю эту предвыборную гонку? Вообще сложно было? С чем пришлось сталкиваться? Это очень сложно, это очень ответственно, когда на тебя смотрят сотни глаз. Кто-то с надеждой, кто-то с упреком, кто-то с предложением. Но я уверена, что это все те люди, которым не наплевать на свою родную область. И они хотят изменять что-то к лучшему. Поэтому это еще прежде всего и большая ответственность. С чем столкнулось? Ну, что-то мы знаем, работая в исполнительной власти, а что-то не до конца. Поэтому это возможность в любом случае, независимо от того, какой будет сегодня результат, сделать, понять, принять, что называется, больше информации, больше мнений, услышать. Самое главное. Вы и так постоянно на виду. А тут вы буквально не вылезали от людей, что называется, постоянные встречи. Какие чаще всего вам наказы делали избиратели ваши? Каждого, конечно, волнует особенность проблема своих территорий, своих деревень, сел, где они живут. Но я хочу сказать, что очень много наказов приходило в письменном виде. И сердце радуется, когда ты читаешь не только пожелания, что нужно сделать, но еще добрые пожелания на путстве о том, что не переживайте, у вас все получится. И вот это дорого стоит. А крыляет? Очень. Это вдохновляет. Это понимает, что рядом с тобой живут неравнодушные люди, прежде всего добрые люди, переживающие. Екатерина Владимировна, возвращаясь опять же к предвеборной гонке, в соцсетях всякая разная информация, что людей подкупают, привозят целыми автобусами, там чуть ли не за бутылку спиртного происходит. Вот как вы думаете, почему это происходит? Ну, мне не пришлось столкнуться с таким явлением. У нас в 24 округе 100% такого нет и не было никогда. Но я так думаю, если где-то кто-то пытается так завоевать себе голоса, ну, прежде всего слабак и напрасно сделал такое решение, идти на выборы, если не готов разговаривать с людьми, повести за собой людей, убедить их в чем-то. Вот пока еще рано говорить о результатах, да, они появятся, может быть, первые цифры, там, где-нибудь минут через 40, может быть, через час. Но представим ситуацию, что 10-го, то есть завтра, вы проснулись и поняли, что победили. С чего начнете? Я не знаю, удастся ли мне сегодняшнюю ночь вообще уснуть, но я так скажу. Конечно же, любой из кандидатов, который шел на выборы, мечтает победить. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Правильно? Поэтому я очень жду результатов и не хочу вот говорить наперед, а что если будет, я просто жду и волнуюсь. Если проиграете, расстроитесь? Вы знаете, в моей ситуации проигрыша не будет. Почему? От такого большого количества встреч, которые я провела впервые за 52 дня отпуска, у меня не было никогда столько отпуска на протяжении всех 15 лет, пока я работаю в исполнительной власти. Вот я со столькими людьми встретилась. Это безумно полезный опыт, который, конечно же, пригодится, если я остаюсь работать в исполнительной власти. За 52 дня, впервые за 15 лет, такой длительный отпуск, хоть удалось отдохнуть, но хоть немного? Ни одного дня не было без встреч. Ни одного дня. Что бы Вы пожелали тем людям, которые на протяжении всей предвыборной гонки, что бы хотели сказать, может быть, Вас поддерживали? Я хотела бы сказать слова благодарности от того, что люди были откровенны, от того, что люди находили время приходить на встречи, от того, что не молчали, не зависали в социальных сетях, кляня все на свете, а шли на откровенный разговор. И я точно знаю, что пока у нас есть такие люди, отзывчивые, готовые изменять что-то в этом мире, нам есть для кого жить, есть с кем работать. И у нас обязательно будет получаться изменять все вокруг нас к лучшему. Екатерина Владимировна, мне кажется, у Вас все получится. Алексей, не сгласть, а тут от этого. Тут от этого. Дерева у нас в студии нет, поэтому будем надеяться, по крайней мере. Я благодарю Вас, что Вы пришли в студию, несмотря на такой 52-дневный интенсивный марафон, и неудавшуюся будем забегать вперед, выспаться за ночь. Поэтому особое Вам благодарность, что нашли время, пришли. Еще раз удачи Вам. А Вам спасибо, что Вы сегодня меня пригласили. Прямо скажу, может быть, данные минуты для меня самые сложные во всей избирательном процессе. Но этого по Вам не чувствуется. Впрочем, как и всегда. Спасибо, Олег. Я надеюсь, ненадолго прощаемся. Екатерина Прокопьева, заместитель председателя правительства Архангельской области, была сегодня у нас в прямом эфире в нашей студии. Мы продолжаем. В день выборов не каждый мог самостоятельно добраться до пункта голосования. Кому-то не позволяет здоровье, кого-то ограничивает закон. Помочь таким людям выполнить гражданский долг были призваны специально созданные временные избирательные участки. В Поморье работал 31 такой пункт. А к кому-то комиссии приезжали прямо домой. Об особенных местах, где проходило голосование, расскажет Михаил Меньшинир. Выборы с доставкой на дом. Маломобильные, пожилые избиратели, а также те, кто не смогли пойти на пункты для голосования из-за плохого самочувствия, приглашали сегодня свою избирательную комиссию домой. На каждом участке есть такая мобильная группа. В ее составе 2-3 специалиста. И по желанию присоединяются наблюдатели от партии. Два бюллетеня за собрание депутатов, два бюллетеня за городскую думу. И Аренсон в свои 88 вынуждены голосовать дома. Но уверена, даже по состоянию здоровья выборы пропускать нельзя. Разменяв девятый десяток, старается быть в курсе всех новостей. Программы кандидатов, к примеру, активно изучала в соцсетях. Я, конечно, очень сейчас переживаю за состояние нашего здравоохранения. Я интересуюсь всем. У меня есть айпад, мне подарила моя племянница. И вот я по этому айпаду смотрю, что творится у нас. Кабинки для голосования в арсенале мобильной бригады избиркома не оказалось. Но тайну выборов соблюли. В момент заполнения и Максимовной бюллетени члены комиссии отвернулись. Прием заявления о голосовании на дому завершился в 16 часов. На президентских выборах этим правом воспользовалось около 4 тысяч жителей областного центра. Сколько проголосовало на дому сегодня, станет известно при подведении общих итогов выборов. В Поморье сегодня открылся 31 временный участок. В том числе в первой городской больнице Архангельска. Три кабинки для голосования и столы для членов комиссии разместили в административной части учреждения. Желание проголосовать здесь выразили 222 человека. Я расстраивался, что я не могу попасть на избирательный участок. А вот мне помогли сделать. Я очень рад. Нас предупредили, кто хочет проголосовать. С паспортом приходите и все. Вместе с пациентами на временном участке в больнице голосует и медперсонал, который сегодня на смене. В первую очередь я хотела бы, знаете, чтобы наши депутаты, которых мы выбираем, чтобы они обратили внимание на жилье, в которых мы живем. Вот и мы живем в Маймаксе. У нас жилья вообще практически нет. Временные избирательные участки открылись сегодня и в следственных изоляторах. В СИЗО-1 Архангельска воспользоваться своим гражданским правом решили 159 человек. Все лица, которые подали заявление соответствующее, они включены в список. То есть подавать заявление, при этом никто никого не заставлял. То есть это дело совершенно добровольное. Кто хотел, тот подал заявление, включен в список и будет выведен на избирательный участок. Большей частью это подследственные. После судов и вступления в законную силу приговоров участвовать в выборах они уже не смогут, пока не отбудут наказание. Поэтому сегодня явка здесь составила 100%. Михаил Меньшинин, Александр Кузнецов, Денис Линчевский, Светлана Михеевская, Регион 29. Северодвинск сегодня удивлял низкой явкой. В сводных таблицах избиркома город Корабелов весь день занимал последние строчки. В Новодвинске не произошло ничего непредвиденного. Ну а Котлас преодолел 30-процентный порог явки. Там люди активничали. Как проходило голосование в крупных городах области в нашем следующем материале. У Котлашан сегодня были двойные выборы. В Архангельское областное и Котласское городское собрание депутатов. А это четыре бюллетеня. И если опытные избиратели заполняли их на раз-два, то 18-летняя Анна Кокшарова разобралась не сразу. У девушки это первые выборы. Это мои первые выборы. Мне было очень волнительно. Но я считаю, что это мой гражданский долг. То, что все должны ходить голосовать. И мне очень приятно, как меня здесь встретили. Всем, кто голосовал впервые, на участках дарили сувениры. Самые маленькие посетители получали воздушные шары и календари. Кое-где настроение создавали концертные программы и буфеты со свежей выпечкой и горячим чаем. Для удобства наших избирателей, учитывая, что еще дачная пора не закончилась, сегодня участки работают до 22.00. То есть продлена работа участков. И традиционно на выборах в нашем муниципальном образовании мы выделяем средства для того, чтобы сделать бесплатный проезд в общественном транспорте, в том числе и на дачные направления. В единый день голосования в Котласе работали один временный в больнице и 30 постоянных избирательных участков. Они открылись в 8 утра. Тогда же была зафиксирована и самая высокая явка. Во второй половине дня активность горожан спала. Исключение составил лишь 403-й избирательный участок. Рядом у нас железнодорожный вокзал. Люди возвращаются со своих поездок, с дач, из леса. И явка избирателей стала выше по сравнению с обеденным часом. Только благодаря тому, что время работы избирательных участков было продлено до 22 часов, явка превысила ожидаемый результат. Котлашане преодолели 30-процентный барьер. На таких же выборах 5 лет назад цифра была значительно меньше. Да я как началась с 18 лет, да, и каждый год хожу. А мне 76 исполнилось. Нужно ходить на выборы для того, чтобы исполнить свой гражданский долг и сделать правильный выбор для того, чтобы выбрать сегодняшний день и будущий день. За организацию дня голосования в Котласе отвечает около 2000 человек. За плечами большинства из них не одни выборы. При подготовке к выборам все было достаточно спокойно. Замечаний не было. И сегодня с утра все участки готовы. Избиратель каждый идет на свой участок. Нарушение законодательства по данным наблюдателей и сотрудников полиции в Котласе пока не зафиксировано. Несколько жалоб поступило в Терзберком до 9 сентября в ходе предвыборной кампании. По каждой проводится проверка. Елена Кермич, Алексей Вачек, Регион 29, Котлас. В Северодвинске сегодня не только голосовали. На временном участке во второй городской больнице программа выборного дня была неожиданно разнообразной. Руководство учреждения предложило коллективу и студентам-медикам после голосования размяться физически, высадить за больницей 160 саженцев сосны. А еще желающие могли привиться от гриппа. Мы стараемся много акций проводить подобным образом, чтобы ребята смогли познакомиться с больницей, пообщаться с коллегами, поговорить с ветеранами. Может быть, кто-то даже сегодня уже выберет свою будущую специальность. Почему именно сегодня день голосования? Ну, во-первых, это праздничный день. Чтобы в один день смогли и проголосовать, и сделать прививку, и посадить деревья, и попить чай. То есть программа довольно насыщенная. На остальных участках людей с утра было немного. И к полудню явка по Северодвинску достигла лишь 7%. Но во второй половине дня город Корабелов активизировался. Количество избирателей, реализовавших свое избирательное право, выросло вдвое. В 13-й школе проголосовал и глава Северодвинска Игорь Скубенко. Я дал свой голос за развитие нашего региона, нашего муниципального образования. Потому что очень важно, каким будет областное собрание депутатов, в каком оно будет составе, какие профессионалы туда придут. Поэтому, конечно, сегодня такой важный день достаточно. Не так активно мы голосуем. Причины, безусловно, будем анализировать. Северодвинцы сами дают ответ. Причина невысокой явки – хорошая погода и разгар сезона сбора урожая. А как вам думаете, мало, да, сегодня людей? Мало. А почему? Потому что люди картошка победит. Картошка. На дачах половину. Так неудачно надо было делать выборы весной. Март, апрель, февраль. Несмотря на то, что Северодвинск не вошел в лидеры по высокой явке в этот раз, свой рекорд 2013 года город побил. Наиболее активными оказались жители Белого озера, Сопки и Ненаксы. Светлана Дейнека, Ксения Юдина, Дмитрий Ткаченко, Регион 29. В Новодвинске сегодня работало 14 избирательных участков. Глава города Сергей Андреев в числе первых отправил свои бюллетени в электронную избирательную урну. Кстати, Каибы в Новодвинске установили именно к этим выборам. Будет исключен человеческий фактор при подсчете голосов машины, считает, считывает информацию в данном момент времени, когда бюллетень опускается в ящик. Полезной для города Бумажников стала и другая инновация – увеличение времени работы избирательных участков. В предыдущие годы, когда проходили выборы, и избирательные участки работали с 8 до 8, нам приходилось изменять порядок работы смен, сдвигая их на час. На сегодня такого изменения делать нам не нужно, и поэтому работники смогут проголосовать после работы. К полудню в Новодвинске проголосовало чуть больше 10% избирателей. Очереди за бюллетенями не выстраивались, но избирательные участки не пустовали. Да и настроение многих горожан, вопреки прогнозам, было приподнятым. Всё, что-то лучшее, что было. А что там, как получится, не знаю. Жизнь покажет. Настроение хорошее, я специально из Питера приехала. Улучшение жизни нашего города и области. По данным территориального избиркома, сигналы о нарушениях были, и их сразу начали проверять правоохранительные органы. Были незначительные звонки от избирателей по поводу наличия по городу неких автобусов. Полиция оперативно соответственно данную информацию проверяет. Этери Малишава, Регион 29. И сейчас с нами на прямой телефонной связи наш коллега, журналист телекомпании НОРД ТВ Эдуард Контиевский. Мы планируем у него узнать последние данные о голосовании в Новодвинске. Эдуард, добрый вечер. Рассказывайте. Да, Алексей, здравствуйте. Буквально несколько минут назад в Новодвинске закрылись 14 наших избирательных участков. Нахожусь я сейчас на 564 участке. Явка здесь составила примерно 750 человек. И мы впервые с большим интересом смотрим, как теперь проходит подсчет голосов. В Новодвинске накануне этих выборов были установлены электронные урны. И теперь подсчет голосов идет легко и просто. Современная новейшая техника. Ну и, наверное, исключен человеческий фактор, ошибок быть не должно. Хотя на одном участке в первой школе КАИБ дал сбой, и там будут подсчитывать все вручную. Тем не менее, как и прежде, на каждом избирательном участке есть наблюдатели. И они, члены избирательной комиссии, отмечают, что выборы в Новодвинске прошли спокойно, без серьезных происшествий. Было несколько жалоб, по каждой ведется проверка. Но, в целом, голосование прошло по-деловому, конструктивно. Эдуард, а явка сколько у вас составила? Там, на 20 часов, например? Сейчас точно сказать не могу. Я сейчас на участке. Поедем сейчас на территориальный избирательный участок, в комиссию. Там точно все. Узнаем результаты чуть позже. Хорошо. Спасибо вам большое. Это был мой коллега Эдуард Кантиевский, журналист телекомпании НОРТВ, с последними новостями о голосовании в Новодвинске. Ну, а у нас очередной гость, руководитель модельного агентства Елены Спартака-Резицких. Сама Елена Резицкая. Елена, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, за кого сегодня ты голосовал? Ну, вот я все-таки, наверное, оставлю это при себе. У нас все-таки голосование тайное. И мои политические убеждения, мне кажется, они мои личные. На выборы я, конечно, ходила. Ну, а за что тогда? За город, за область. Я, например, потомственный горожанин. Моя мама с папой жили тут совсем недалеко. Ломоносова, Воскресенская. Вотчина наша семейная. Бабушки, дедушки лежат на Вологодском кладбище. И поэтому, наверное, с позиции коренного горожанина, который здесь родился, который здесь вырос, я голосую за город и за область. Я хочу жить в городе, а не в селе. Я хочу жить в нормальном городе. А что значит нормальный город? Ну, хотя бы такой, какой был в 80-х, например. Хотя бы такой. Меня и такой устроит. Лен, знаешь, у нас есть такая традиция. Мы тебя приглашаем в наш ночной эфир практически после каждых выборов. Вот нет ощущения разочарования какого-то, что смысл ходить на избирательные участки нет никакого. Ну, здесь мне все-таки кажется, знаешь, есть такое понятие гражданская позиция. Каждый выражает ее по-своему. Конечно, явка очень удручает. Мне кажется, это и есть то самое протестное выражение своей гражданской позиции. Но сегодня еще более-менее 30%. Ну да, но люди не идут, они не хотят. Они, наверное, так от всего этого устали, что, в общем-то, своей явкой выражают. Ваши выборы ничего не решают. Мне кажется, что разочарования нет. Только упорством можно добиться чего-то в этой жизни. Поэтому, я думаю, упорные, гражданские, активные люди как ходили, так и будут ходить на избирательном участке, на выборы всех рангов, всех уровней. И это, конечно, не исчезнет. Ты очень много общаешься с молодежью. Молодежь меняется? Да, конечно. То есть, больше стало ходить на избирательную часть? Я думаю, меньше. Меньше. А почему? Ну, молодежь нынешняя, это космополиты. Это люди без границ, люди без корней, без привязок. Они живут очень легко, с одной стороны. Вот им можно позавидовать. Вот так легко, ни к чему не привязываясь. Ну, подумаешь, сегодня грязный Архангель, завтра чистая Москва. Вот такая позиция. Да, вот я, например, тоже люблю Москву, она чистая. Но я там жить не хочу, я хочу жить здесь. Но хочу, чтобы здесь было так же, как в Москве. Так же чисто. Да. Обыватели, судят о работе депутата, в принципе, по таким вещам. Вот сделал мосточки, да, сделал где-то карусельку для детей. Он молодец. Но есть еще... Нет, он не молодец. Он просто сделал свою работу. Вы повара хвалите в столовой, который готовит каждый день еду. Я всегда говорю спасибо. Ну, ты говоришь спасибо, но это же нормально. Это работа повара, готовить еду. Работа депутата, выполнять наши наказы. Почему его надо за это хвалить? Это просто выполнение... Вот если он сверх этой работы сделает, вот тогда мы их должны хвалить. Две качельки поставим. Две качельки. Или в неплановом месте еще качельку пусть поставим. Но есть вторая сторона. Все-таки законотворчество депутатский корпус должен принимать те законы, по которым должны мы жить хорошо. Вот тебе что ближе, конкретное дело или все-таки грамотно принятый закон на будущее, который сыграет? Ну, грамотно принятый закон, он ведь и порождает те самые дела, которые потом должны делаться. То есть ведь много можно принимать хороших, умных законов, которые расширяют какие-то российские, более крупные законодательные акты. Но если это не выполняется, то смысл, собственно, какой-то, или принимать какие-то бессмыслия. Ну, например, вся страна не пьет с десяти, а мы почему-то с девяти. Я не пьющий человек, мне все равно, во сколько прекращают продавать алкоголь. Но это же противоречит российскому законодательству. И вот таких законов у нас достаточно много. То есть вроде бы видимость, что-то делаем. А по городу пройти нельзя. В область выехать страшно. Ну, что это такое? Женщины не могут ходить на шпильках по центру города Архангельска. Вот до чего мы докатились. Что бы ты изменила? У нас комендантский час, только резиновые сапоги. Что бы ты изменила вот прямо сейчас, если бы от тебя все зависело? Изменила бы что? В городе, в области, чтобы можно было на шпильках ходить. Ой, я бы объявила конкурс, наверное, на хорошего завхоза. Вот хороший нужен такой вот завхоз, прям хозяйственник, который пешком пройдет весь город, чтобы понять, вот тут яма, вот тут кривая брусчатка, вот тут шпильки застревают и так далее. Это должен быть человек, вернее, люди, группа людей должна быть, которые не боятся ходить пешком. Они должны ходить пешком по городу. Если не ходить пешком по, скажем, ну, хотя бы столице, да, возьмем городских, например, депутатов, как можно дела какие-то делать, если ты на собственном автомобиле куда-то едешь? Наблюдаешь за жизнью города через окно автомобиля? Надо жить в этом городе, надо по нему гулять, ходить, знать каждую лужу. Вот хочешь, я тебе расскажу, где какая лужа на Чумбаровке есть? Да, я знаю. Потому что я эту Чумбаровку каждый день раз десять вот так вот зад-перед, ножками, не на автомобиле. То же самое могу рассказать про набережную, про Троицкий. И вот когда Троицкий был в асфальте, я помнила все лужи, и на шпильках там можно было ходить, лужи можно было обойти. А сейчас по Троицкому на шпильках ходить нельзя. К сожалению. Да. Ты думаешь, тех, за кого ты сегодня голосовала, они смогут изменить? Ну, надеюсь. По крайней мере, да. По крайней мере, я надеюсь. Надежда умирает последняя. Ну да, расхожая фраза. А ты вообще многих депутатов знаешь? Ну, почти всех. А кого бы ты оставила и в парламенте, и в городской думе? Ой, давай вот не будем переходить на личности. Мало ли кого не назову просто по беспамятству обидеться, да, или кого-то назову, может быть, это как-то сработает. Я считаю, что есть порядочные люди, которые на своем месте. Про часть людей я не понимаю, зачем им это надо. Просто искренне абсолютно не понимаю. Я считаю, что каждый человек должен быть хорош в своем деле. Вот у меня, например, часто спрашивают, что я не уйду в депутаты, потому что я от своей работы получаю удовольствие. Если я уйду в депутат, у меня на свою работу не будет хватать времени. И, соответственно, не там, не там. Я и своему делу изменю, и тому делу. Ну, может быть, я каких-то умных мыслей-то дам в силу уровня своей образованности и высокого IQ. Но я и там буду не к месту, и в своем деле я задвину. Поэтому каждый должен заниматься своим делом. Конечно, в депутатах не место людям безграмотным, юридически неподкованным, экономически неподкованным. Безграмотным людям там делать нечего. К сожалению, у нас такие там есть. Но у нас есть и такие, которые идут с судимостью, правда, с погашенной. Люди. Наказ от семьи Резицких будущему депутатскому корпусу. Граждане, давайте жить в городе. Не в населенном пункте с направлениями, а в городе. Город имеет строгое определение, если открыть любой словарь. Это определенное количество жителей, это определенная инфраструктура. А тот населенный пункт, в котором нет тротуаров, а у нас сейчас практически нет тротуаров. Их нет. То есть даже если те места, которые заделаны кривой брусчаткой, покрыты слоем песка, и все это еще летает и лужами заливается, это не тротуары. Город существует для горожан. Не для парка мест, не для автомобилей, не для бизнесменов. Город для горожан. Любой горожанин должен иметь возможность гулять по своему городу пешком. Всегда так было исторически. Люди гуляли, ходили пешком. Вы думаете, откуда у нас столько автомобилей? Потому что люди пешком ходить не могут. Общественного транспорта нет, тротуаров нет. Человек вынужден покупать автомобиль. Может, хорошо жить, Стали? Нет. Я думаю, это не показатель. Теперь благосостояние, наличие автомобиля. Ну, это точно. Лена, спасибо большое, что согласилась. Спасибо, что позвали. Да, с праздником. Выбор же праздник. Конечно. Елена Резицкая была сегодня у нас на прямом эфире. Результаты голосования у нас пока неизвестны. В течение дня люди неохотно, конечно, рассказывали о своих предпочтениях. Но судя по тому, что все-таки удалось собрать нашим корреспондентам, выбор у архангелогородцев был самый разнообразный. Чтобы проголосовать за Единую Россию, только за нее. А почему? Потому что доверяю Путину и его команде. Если не секрет, за кого проголосовали? Да. Ну, я за Единую Россию. А почему? Расскажете? Ну, мне так нравится. Я никогда не была коммунисткой, но сегодня я проголосовала за коммунистов. Голосовала за ЛДПР, потому что мне понравилась их предвыборная агитация. То есть, все даже не предлагают, в принципе, подходит мне. Ну что ж, время подошло, и, похоже, мы сейчас сможем узнать предварительные данные о явке в Единый день голосования. Где, в каком городе или районе нашей большой области живут самые ответственные люди. Ну, а кто проигнорировал выборы? Этот вопрос я вновь задаю Артемию Заварзину, который сегодня весь вечер в течение нашего эфира будет работать в областной избирательной комиссии. Итак, Артемий, слушаем тебя, коллега. Да, Алексей, ну, твой вопрос я сразу переадресую Андрею Васильевичу Контиевскому, председателю областного избиркома. Андрей Васильевич, итак, по состоянию вот на 22 часа 40 минут какие-то данные новые есть ли относительно явки и активности избирателей? Сейчас идет непосредственный подсчет голосов, поэтому явка будет уже в итоговых протоколах, как я уже говорил раньше. Поэтому после того, как закончится подсчет на избирательном участке, протоколы будут доставлены в соответствующую территориальную окружную избирательную комиссию и будут введены с группами контроля в систему газвыборы. И мы увидим вот здесь вот на экране все протоколы, которые будут введены в течение ночи, до утра будут они вводиться. После того, когда все данные будут введены, естественно, результаты будут предварительно оглашены. Ну вот данные, которые мы уже видим на экране, о том, о чем говорили мои коллеги в сюжетах в нашем прямом эфире, в Северодвинск немножко не порадовал по явке. Вместе с тем Новодвинск, Котлас и Красноборск по явке рядом с городом Мирный, который у нас всегда считался лидером по области. Почему вот такой расклад, с чем вы лично, может быть, это связываете? Ну я связываю это в первую очередь с той хорошей погодой, которая сегодня была. Жители городов стараются выбраться на дачи, на какие-то приусадебные участки, плюс в лесах сейчас много грибов, я так понимаю, что туда тоже уехали, кто-то на отдых просто выезжал. А в сельской местности избиратели все-таки находятся ближе к своему дому, поэтому явка в районах, она показала сейчас более результат, нежели по сравнению с президентской компанией. Хотя я думаю, что здесь, может, еще какие-то причины есть, может, кандидаты работали более активно в районах за себя, агитировали партии, может, активно более работали. Ну и в городах, конечно, наверное, с плотностью населения всегда явка была ниже. Но если говорить о легитимности прозрачности выборов, сколько сильно удалось этого достичь и удалось ли? С точки зрения прозрачности и легитимности выборов было достаточно много сделано. В первую очередь, конечно, это установлено в видеонаблюдении на 219 избирательных участков. Фактически охват избирателей, которые были к этим участкам прикреплены, состоял 430 тысяч избирателей, то есть почти больше половины, а вернее, менее половины, чуть менее половины, это находилось непосредственно под оком видеокамер, и все эти записи могли любой желающий посмотреть на сайте нашего выбора 2018. Мы также смотрели за тем, что происходит на избирательных участках, то есть никаких, на наш взгляд, может быть, у наблюдателей какие-то замечания были. Хочу сказать, что их тоже присутствовало достаточно большое количество на избирательных участках, почти полторы тысячи человек, на каждом участке по несколько человек присутствовало. И наши коллеги, объезжая участковые комиссии, спрашивали и задавали вопросы к наблюдателям, ни у кого из наблюдателей вопросов не возникало действия комиссии. Но сейчас идет подсчет голосов, может быть, конечно, и будут возникать вопросы. Мы будем на них оперативно реагировать. Ну, плюс еще вот эти дополнительные два часа с восьми до десяти часов, так до сих пор картинка окончательно все же не сложилась, да, еще идет окончательный подсчет. И продолжает поступать информация о нарушениях. Вот сегодня удалось пообщаться мне лично с представителями нескольких политических партий, говоря о том, что есть нарушения самого разного плана, вплоть до такого плохого понятия, как подкуп избирателей. Что можете сказать? Как обл. сберком должен отреагировать и как оперативно он это сделает? Дело в том, что на горячую линию избирательной комиссии области поступали звонки. К сожалению, характер их анонимный носил, да, и мы передавали в любом случае сотрудникам полиции, выезжали сотрудники полиции на места, на те адреса, которые были указаны. А сейчас по ряду, значит, вот таких обращений проверка еще не закончена. Большая часть оказалась, конечно, ложных сообщений, Поэтому я не думаю, что какие-то сообщения могли повлечь за собой нарушение воли и изъявления граждан. Ну, будем надеяться, что все сложится хорошо, и цифры, которые мы видим сейчас на экране, вырастут, изменятся каким-то образом. И окончательную картинку мы, конечно же, будем сообщать в наш прямой эфир. Андрей Контьевский, представитель областного избиркома, был на прямой связи с нашей студией. Но мы не прощаемся. Алексей, передаю тебе слово и ждем включения через буквально 20 минут на первом брифинге в этот день и не последнем, наверное, в эту ночь. Спасибо, Артемий. Ждем, конечно, следующего включения, первых уже каких-то цифр. Я надеюсь, что на брифинге, который проведет Андрей Контьевский, они уже будут озвучены. Брифинг в 11 часов. Мы обязательно включимся в обл. избирком в это время. Сделать выборы не простой формальностью, а полезным опытом. В Архангельске активные и перспективные собрались сегодня в Доме молодежи. Рядом с избирательным участком расположилась площадка деловой игры проекта «Генерация», а еще 10 волонтерских организаций фестиваля «Доброфест». Подробности у Виталия Барашкова. Мы ставим кулачок наш на эпигастральную область, зажимаем ладонью и выталкивающими движениями прижимаем человека к себе и пытаемся вытолкнуть. И всего-то. То есть в этом заключается прием Геймлиха. Спасти задыхающегося человека, сделать искусственное дыхание или ликбез. Как правильно чистить зубы? Активисты движения «Волонтеры и медики» проводят мастер-класс для посетителей фестиваля «Доброфест». Люди уже издалека видят наши манекены, челюсти, щетки, их начинают интересовать, они подходят, узнают. И дальше мы им предлагаем пройти через каждый этап. Обычно все с удовольствием проходят, потому что все-таки это касается своего здоровья, это не просто развлечение, здесь как бы смесь и приятного, и полезного, вот поэтому очень много людей хочет поучаствовать. На «Доброфесте» около 10 волонтерских объединений. Каждый пытается привлечь внимание и рассказать о своей работе. А рядом участники всероссийской деловой игры проекта «Генерация». «Молодежь, разбитая на четыре команды, составляет инициативы для воплощения в жизнь майских указов президента России, национальных целей страны». Данные игры позволяют не только знакомства новые приобретать, новые какие-то связи мыслительные, умственные, которые искать свою команду, своих друзей новых по интересам. И я считаю, это очень важно и нужно для молодежи. Среди культивированных идей – льготы для волонтеров, развитие альтернативных источников энергии, изменение механизма оценки эффективности представителей власти. Все инициативы внимательно выслушал губернатор области. Они, конечно, со своими взглядами, может быть, где-то упрощая сюжет, смотрят на положение этого указа, но они в любом случае уже в этом участвуют. Они в любом случае ищут свое место в строю по реализации этого указа. Здесь же и избирательный участок, чтобы все участники молодежных акций смогли не только словом, но и делом доказать свое участие в жизни региона. Мероприятия, которые проводятся на базе Дома молодежи, они позволяют людям отдать свой голос, то есть не отрываться от своих дел, от развлечений. Молодежь не подвела. На 8 часов вечера явка уже превысила 20%. Виталий Барашков, Денис Линчевский, Регион 29. Молодая избирательница Дарья Порядина у нас в студии. Даша, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Вы голосовали первый раз? Да, так получилось, что первый. Почему пошли на избирательный участок и поделитесь ощущениями? Во-первых, я считаю, что человек, который с чем-то не согласен в своем регионе, обязан пойти голосовать. Потому что если ты не пользуешься избирательным правом своим, то ты, в принципе, никак не участвуешь в жизни своего региона. Я думаю, что это очень важно, в первую очередь, для тех, кто хотел бы какие-то качественные изменения в лучшую сторону в своем регионе произвести. А что сегодня молодежь хочет изменить в регионе? Ну, в первую очередь, я бы немного подзадумалась над тем, чтобы изменить систему дорог в нашей области, также уделить больше внимания образовательным каким-то учреждениям. В принципе, везде проводится большая работа, но, тем не менее, какие-то маленькие детали, которые также требуют внимания, необходимо освещать. Вы оптимист? Да. Чувствуется. Даша, на ваш выбор сегодняшний родители повлияли, или вы самостоятельно, осознанно его делали? Я вас удивлю, если скажу, что мои родители не голосовали. Почему? Почему вы их не взяли и не повели? Ну, часто, где своим примером не зажгли сердца родителей. Ну, так получилось, к сожалению, что оба моих родители были очень заняты в этот день, и голосовал из нашей семьи я. Наверное, картошку копали. Ну, типа того. Типа того, да, понятно. То есть родители никак не влияли на ваш выбор? Абсолютно никак. Откуда вы узнавали про кандидатов, про партии и так далее? Ведь обычно молодежь сейчас этим не интересует. Живой интерес к политике у меня появился благодаря моей учительнице по истории общества знаний Людмиле Витальевне Истоминой, замечательный педагог, который привил ко мне именно вот это вот чувство интереса к политике, чувство интереса к своему региону и ко всем этим вещам. Откуда узнавал информацию? Естественно, из интернета, из телевидения, из каких-то источников, типа газет, радио и так далее. Когда узнавали информацию о кандидатах, ничего не вызывало какого-то там возмущения, еще что-нибудь? Ну, возможно, с кем-то из кандидатов я была не согласна и где-то видела явное преувеличение. Уточнять я, конечно, не буду конкретно где, но тем не менее. Но, в принципе, тот кандидат, за которого я отдала свой голос, удовлетворяет моим требованиям. Скажите, за кого? Нет. А за какую партию? За ту партию, которую, я считаю, наиболее качественные изменения произносит наш город. Вы так корректно уходите от моих вопросов. Понятно, что выбор у нас у каждого дела личного, да? Ну, хорошо, тогда переформулируем и спросим, не за кого, а за что голосовать. За справедливость, за честность, за качественные изменения в регионе, позитивные изменения. Что молодежь сегодня ждет от народных избранников? Случись так, что вы оказались в городской думе, либо в областном собрании, и вам сказали, Даша, вот тебе трибуна, ну-ка выскажи нам все, что ты думаешь. Что бы ты им сказал? Я жду честности. Честности и справедливости. Честность, справедливости, правда. Вот чего я жду больше всего. Конечно, сейчас наши политики честные, справедливые и правдивые в какой-то степени, но, тем не менее, политика – это такое дело, когда какие-то факты немножечко сглаживаются, немножечко преуменьшаются в какой-то степени, иногда преувеличиваются понадобности. Но я прежде всего жду объективности. Мне кажется, это не только в политике, где-то что-то преувеличивается, но и в жизни, наверное. Вы что-то не досказываете своим родителям, там лишь что-то преувеличиваете, да? Хорошо, понятно. Завтра 10 число, день после выборов. Так вот, если случится, что ах, и сразу начнут проходить изменения, но не той партии, не теми депутатами, за кого вы голосовали. Разочаруетесь? Если эти изменения будут действительно положительными и качественными, почему я должна разочароваться? Я голосую не конкретно за какого-то человека, я голосую за, в принципе, прогресс. И неважно, чьими руками он будет делаться. Даже люди, которых я сейчас не поддерживаю, если они резко переменят свой вектор действия и будут поступать так, как я считаю справедливым, со своей объективной точки зрения, то я, в принципе, буду их поддерживать. Вы, наверное, поступили на журфак. Я поступила на журфак. Это чувствуется, я угадал. Ну и какой подарок вам сегодня дали на избирательном участке, если дали, конечно. Вот у меня дочери дали, она тоже первый раз голосовала. Она голосовала по открепительному удостоверению, это, по-моему, так называется. И мне не дали никакого подарка. Ничего, я думаю, что награда найдет своего героя. Даша, спасибо большое, что сегодня вечером пришла к нам в студию. Было очень приятно с тобой пообщаться, посиди. Во время предвыборной кампании наши корреспонденты часто задавали один и тот же вопрос жителям области. Какие наказы они дают будущим депутатам? Сегодня мы снова обратились к людям с этим вопросом. Давайте послушаем, чего ждут наши земляки. Меня беспокоит, что из города и области уезжает очень много людей. Значит, надо делать комфортно в целом среду и в городе, и в области. А второе – это вот свалочная эпопея. Конечно, хотела, чтобы пенсию добавили для нас, пенсионеров, продукты, чтобы были подешевле в магазинах, детские сады открывали, школы. Стабильная работа, стабильная зарплата, образование для детей гарантированное. Надеемся на лучшее, что будет в городе организовано строить ремонт дорог и улучшение благосостояния. Чтобы что-то делалось для людей, для города. Так что вот, потому и пришел вместе с женой. Надо, чтобы избранники жили для народа, для жителей Архангельска и Архангельской области, а не для себя только. Ждем от новой власти только перемен в лучшую сторону, так как у нас дети подрастают. Надеемся, что в городе все будет хорошо, благоухать и цвести. Ну, чтобы жилось лучше не только мне, но и моим детям, и моим внукам. Я думаю, что вот это желание этой милой женщины обязательно сбудется. Региональное отделение партии на эти сутки превратились в настоящие ситуационные центры, где в оперативном режиме отслеживается все, что происходит на участок в Поморье. Мы побывали в нескольких штабах и убедились, закрытие участков еще не кульминация выборной гонки. Сегодня сила партии ЛДПР не только в правде, но и в стальной выдержке. Сна не будет, вся ночь пройдет в ожидании результатов голосования вот в этом маленьком рабочем кабинете. Он же кухня. В перерывах между трапезами партийцы строят прогнозы. От избирателей ждут не менее 20% голосов. За цифрами стоит предвыборная кампания длиной в два месяца. Борьба за места в областном парламенте и сегодня. Весь день ЛДПРовцы провели в полях. Общались с наблюдателями на участках, следили, чтобы не было нарушений и агитации. Мы, безусловно, рассчитываем навязать борьбу партии и власти вне зависимости от территории, на всей территории Архангельской области. Поэтому мы рассчитываем только на победу. Мы приглашали людей на выборы. А для этого нужно в целом создать положительный имидж всего выборного процесса. Именно поэтому ни в каких грязных играх мы никогда не участвовали. Не только предстоящую ночь продержаться, но еще и набрать по итогам выборной кампании 38% голосов. Заявки членов регионального отделения партии «Родина» – пожалуй, одни из самых смелых. Такие цифры – это результаты опросов. Только вот что покажет практика? Вопрос нескольких часов. Уже ловят нарушения во время сегодняшнего дня. Покупают голоса. Это не очень хорошо. Это говорит о том, что у нас в России нет равноправия между партиями. Слушаем. 93-й участок, да? Бог звонит. О нарушениях на избирательных участках сообщают и членам регионального отделения КПРФ. Телефон не умолкает. Звонят все – от избирателей до наблюдателей. Ежечасные летучки и анализ данных, которые поступают из обл. избиркома, в КПРФ уверены – исход гонки будет не хуже, чем пять лет назад. Тогда на выборах в региональный парламент партия показала второй результат. Уверены в том, что КПРФ нормально сидит в седле. Наша задача состоит в том, чтобы доработать до окончания выборов добросовестно, поприсутствовать при подсчете голосов. И не просто поприсутствовать, а постараться посмотреть, какая тенденция. Тенденции и маневры выборного дня изучают и в штабе партии «Единая Россия». В региональном отделении сегодня – селектор за селектором с Москвой. В нескольких регионах представители «Единой России» – кандидаты на посты мэров, губернаторов. Большая часть стремится в ряды законодателей. В Поморье в областной парламент желают попасть свыше сотни кандидатов. Последовательно будем ждать результатов по каждой участковой избирательной комиссии, по каждому нашему округу. И очень надеемся, что мы и по одномандатным округам, и по партийным спискам будем иметь большинство. Кто же будет иметь большинство? Первые результаты только начинают поступать. Точно можно сказать одно – явка на этих выборах в областное собрание выше, чем в 2013 году. И сейчас мне подсказывают, что мой коллега Артемий Заварзин просится выйти в прямой эфир из области Беркома. Я напомню, буквально через 2-3 минуты начнется брифинг председателя области Беркома Андрея Контьевского. Впрочем, слово, Артемий, тебе. Да, Алексей, еще раз приветствую. Буквально сейчас, с минуты на минуту начнется первый брифинг в этот день, и, наверное, не последний в эту выборную ночь. Здесь, в областном избиркоме и в президиуме мы видим Андрея Контьевского, председателя областного избиркома. Также к нам присоединились председатель общественной палаты Архангельской области Александр Андреев и уполномоченный по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова. Мы приветствуем вас в прямом эфире телеканала «Регион-29». Спасибо, что вы с нами. И первое слово предоставлю Андрею Васильевичу. Андрей Васильевич, что на этот час, на эти минуты? Я хотел бы сказать о том, что чистота, легитимность и непосредственно прохождение кампании всегда ставилось во главу деятельности избирательной комиссии. Новый состав Центральной избирательной комиссии на это обращает свое пристальное внимание. Поэтому по обе стороны от меня сидят наши партнеры, которые прошли с нами федеральную кампанию по выборам президента. И эта кампания не стала исключением. Поэтому я, наверное, сразу же предоставлю слово моим коллегам, для того, чтобы они рассказали, как, на их взгляд, сегодня прошел день голосования. Может быть, какие-то были вопросы и в ходе кампании. Если позволите, мы начнем с Любови Никтерна. Пожалуйста, расскажите, на что особое внимание уделялись сегодня, в этот день? Я так понимаю, социальные учреждения, особые избиратели были в особом приоритете, скажем так. Я бы хотела сказать, что мы активно и тесно сотрудничаем с избирательной комиссией областной уже на протяжении ряда лет. У нас сложились определенные взаимоотношения, формы этих взаимоотношений и направления, по которым большее внимание мы уделяем тогда, когда готовимся выборам и проводим их. Я бы хотела сказать, что в преддверии этих выборов сотрудниками аппарата проведен мониторинг на 62 избирательных участках в 7 муниципальных образованиях. Но мы в основном в это время смотрим на элементы доступной среды, на то, чтобы участки располагались на первом этаже, как могут добраться люди с ограниченными возможностями туда. Ну и мы, конечно, дополнительно всегда для Андрея Васильевича здесь информацию поставляем, а работают ли они уже в это время, достаточно ли информации для избирателей, для того, чтобы активное избирательное право было реализовано в полном объеме. Что касается сегодняшнего дня, то у нас традиционно работала горячая линия. Хочу сказать, уже могу подвести итоги. К нам поступило всего 11 звонков. Это не много и не мало, но надо сказать, что в этот раз совершенно неожиданно большинство из этих звонков касалось только нашей деятельности, деятельности уполномоченного по правам человека, и только где-то 2 или 3 звонка касались избирательной кампании. Они носили такой уточняющий характер по участкам, где можно проголосовать. Ну и некоторые высказывали свою позицию по тому, как должны в принципе проходить выборы, как они относятся к избирательному праву. Жалоб, никаких жалоб на нарушения не поступило. Но мы не только проводим горячую линию, мы также в этот день проводим мониторинг некоторых участков. Мы посетили сегодня 13 участков. Это были и обычные избирательные участки, но мы тоже избиратели, и одновременно, конечно, посмотрели, как ситуация там обстоит, пообщались с наблюдателями, которые были на этих участках. И, конечно, всегда в зоне нашего внимания, мы так уже договорились с Андреем Васильевичем, это специализированные учреждения. Это учреждения, где люди постоянно находятся, либо ограничены уже заведомо в своих правах. Мы посещали учреждения системы здравоохранения, и в большей степени у нас внимание, как всегда, было уделено следственным изоляторам, изоляторам временного содержания, это учреждения системы исполнения наказания УМВД, и также такой категории, как лица, находящиеся под домашним арестом. Но вот там, где мы посетили, были, это и постоянно действующие участки, это и выездные комиссии, которые там проходили. Никаких замечаний, нарушений мы не выявили, и обращения по этим вопросам к нам в этот раз не поступало. — То есть можно сказать, что и наявку в какой-то степени, вот эта вот проделанная работа, вот эта организация, она тоже повлияла? — Да, конечно. И даже вот, знаете, сразу, когда приходишь, это заметно. Конечно, сравнивать с мартовской компанией не приходится, это по понятным причинам, но вот с предыдущими компаниями было заметно, что людей гораздо больше, гораздо больше, более организованно как-то так, да? — Александр Николаевич, ну вот знаю, что институт наблюдателей, скажем так, в нашем регионе он сформировался, да? Уже, можно сказать, полноценно. Но все-таки есть еще над чем работать сегодня? — Ну, скажем так, институт наблюдателей был сформирован под президентские выборы по всероссийскому закону. И, к сожалению, законодательство Архангельской области запоздало немножечко на сегодняшний день. И допуска наших наблюдателей по линии общественной палаты не произошло. Но, благодаря тому, что мы, в общем, поработали до того, были круглые столы, на которые были приглашены партии, мы так с ними тоже беседовали о том, что глупо терять золотой фонд вот этих наблюдателей, которых вот мы вместе с избиркомом обучили. Это такие и финансовые, и человеческие ресурсы были задействованы на все это. И так вот разбрасываться людьми, конечно, очень-то не хотелось. Вы сами понимаете, что если не используются один раз, второй, то люди просто отвыкают и не будут больше участвовать в этих мероприятиях. Скажут, ну что мы тут потратили время, обучились, и мы никому не нужны. Поэтому мы предложили партиям все, использовать наших наблюдателей в качестве своих наблюдателей. Но только не афишировать их как наблюдателей. Но подавать могут только через партии, больше никак не получалось. Поэтому, к сожалению, процент небольшой, ну около 10%, наверное, мы бы только смогли использовать наших наблюдателей. Но многие наблюдатели, ну и члены общественной палаты, они все находятся в разных регионах, в Аркангельске, в Холмогорах, в Новодвинске, в Северодвинске. Все с разных, где живут, в регионах, они участвовали в выборах и также смотрели за выборами, потому что общественные палаты в контроль, скажем, неофициальный, никто не запрещал проводить. И каких-либо нарушений по звонкам не было. Еще можно сказать, обычно таким индикатором, ну так как я еще и ветеранские организации возглавляю, всегда являлся на выборах, это звонки от ветеранов. Вот обязательно, где-то с поселка, вот что-то там нет. Вот там света нет, мы пошли и не смогли попасть. Вот там этот инвалидов, потому что не смогли подняться. Вот на сегодняшний день я ожидал немножко большего, но когда позвонил, ну многие на огородах были, кстати, копали картошку, звоню, как у вас там проходит. Там мы еще картошку копаем, вот может быть к вечеру пойдем там, ну ближе. До 22 часов мы успеем, вот такой разговор, поэтому где-то до 12 часов я даже волновался, потому что звонишь, они все где-то в огородах, где-то на даче, где-то в лесу, где берет телефон, тут мы перезванивались. Очень порадовало, что, вот пожалуйста, в больнице, первой городской больнице было организовано, мне оттуда позвонили, товарищ лежит обожженный, но говорит, все, ему позволили спуститься. Были легкие такие звонки, недоразумения о том, что, а почему четыре бюллетени? Может быть где-то вот мы не смогли до конца разъяснить, может быть наглядно, вроде бы я читал, но это с одной стороны я, вот допустим пожилому человеку, может быть труднее было ориентироваться именно чисто по этим объявлениям, прочитать, что почему четыре бюллетени? Почему? Сколько галочек в каждом надо поставить, или какой-то этот присоединен? Я уже объяснял по телефону. Если он такой длинный бы был, просто бы и все. А раз он короткий, значит это отдельный бюллетень. Ну вот где-то вот такие какие-то нюансики какие-то были, блин, ну а вот о том, как по телевидению, допустим, смотрел где-то там в Москве какие-то драки, где-то там еще что-то там передавали, ну такое глобальное, у нас, в общем-то, мне по звонкам не поступило. Ну вот явка как явка тут, я смотрю она у нас. Погода, погода, многие не вернулись из леса еще, кто-то там отпуска взяли на это время, потому что вы сами видите, день шикарный. Ну будем надеяться, что как раз с 8 до 10 часов большинство тех, кто не смогли, тех, кто по важным причинам, они обязательно сделали свой выбор. Вот уже Александр Николаевич сказал относительно активности ветеранов. Андрей Васильевич, а что с молодежью? Сколь сильно сегодня составы избирательных комиссий обновляются молодежью? Сколь молодежь сегодня активна и интересуется темой выборов? Ну вообще молодежь по результатам того исследования, которое мы провели по выборам президента Российской Федерации, показало, что активность молодежи на выборах президента увеличилась в два раза по сравнению с выборами депутатов Госдумы. В то же время у нас достаточно большое количество молодежи пришло при формировании новых составов участковых избирательных комиссий. Составы обновились порядка на 30% где-то, то есть 70% осталось опытных, да, и прошедших не одну уже избирательную кампанию членов комиссии, и в то же время пришла молодежь. Сегодня мы созванивались со всеми районами, и тоже мы отметили, что в районах на избирательные участки пришло очень много молодежи. Это, наверное, повлиял и конкурс, который проводился в рамках подготовки к выборам. Это, наверное, и повлекло то, что молодежные избирательные комиссии отработали на местах, то, что участковые избирательные комиссии привлекали на участки. Было очень много сувенирной продукции сделано, говорящей о том, что впервые голосующие пришли у нас на избирательные участки, им тоже сувениры вручались. Поэтому сама активность молодежи, она будет, мне кажется, расти с каждым днём, потому что молодежь понимает, что она может участвовать в процессах управления государством через избирание депутатов. Депутатского корпуса, где-то губераторов избирали сегодня. Поэтому я думаю, что этот процесс такой будет нарастать, и молодежь активнее будет входить в политику и принимать решения, осознанные в отношении кандидатов. Люба Фикторовна, а вот у вас, как у полномоченного по правам человека, и прежде всего, как у избирателя, наверное, да, какое впечатление сложилось об агитационной кампании, которая велась? Не показалась ли она вам агрессивной или, может быть, наоборот, очень мягкой? Вообще, честно говоря, мне, как избирателю, она показалась недостаточной. И, конечно, в последние дни у нас было большое количество уже агитационных материалов, но всё-таки это выпало на последние дни. И мы немножко их так получали уже, как, знаете, немножко так, кучей, чёхом, скажем так. Казалось бы, чтобы она могла быть более размеренной и чуть более агрессивной. Наверное, это как раз важно для того, чтобы привлечь в том числе и молодёжь. Но я бы хотела в продолжение сказать, что я отмечаю, бывая на участках, я отметила, что среди наблюдателей всё-таки за последние годы увеличилось количество молодых людей. Сегодня вот была, и рядом сидят опытные люди, и сидит молодёжь, и уже не первый раз они разбираются, даёт мне сводки, даёт сравнение, какой-то анализ. Это приятно, что люди неравнодушны и участвуют в такой форме тоже. Ну вот уже Александр Николаевич говорил о том, что, может быть, законотворческой активности некой не хватало, когда мы говорили о формировании института наблюдателей. А вот в целом, может быть, какие пожелания у вас новому составу областного собрания, который мы узнаем уже на этой неделе, да, вот уже сейчас идёт подсчёт. Вот, чего бы по итогам этих пяти лет, да, которые прошли, вы бы как, прежде всего, избиратель, хотели бы пожелать? Это по итогам, это уже уходящее, а по итогам, которые пришли, это уже пожелание на будущее немножко идёт. Ну, во-первых, пожелать вот тем кандидатам, которые у нас сейчас прошли, пройдут на эти выборы, когда подсчитаются всё это, когда они пройдут. Что вот здесь говорилось, компания была немножко не агрессивна или как-то так сжата, но ещё отметилось, что часть кандидатов, конечно, шла не с лозунгами, с идеями, что мы сделаем, как мы сделаем, а шли очернить соседа. То есть вот столько черноты, вот я не знаю, может, не заметили, но я заметил, что очень много грязи друг на друга выливалось. И мне не понимают, когда человек идёт руководить, создавать законы, и в это время вся его деятельность на что, чтобы очернить другого и выскочить на этом белом, не имея при себе ничего. Поэтому хотелось бы пожелать тем, кого мы изберём, посмотреть, оглянуться назад, посмотреть на пять лет прошедших, что сделали, какие законы были приняты, как отстояли это вот в этой пятилетке, да, было как раз отстояли снятие льгот с пенсионеров, это вот депутаты, да, тоже отстаивали, чтобы вот с таким же порывом боролись за своих избирателей наши депутаты, и чтобы вот эта чернота с них схлынула, и у них появились реальные проекты, потому что в нашей области надо развиваться, а для этого нужны правильные законы, нужно видение того, что поддержать у правительства, а где ему отказать правительство. Потому что мы понимаем, что манна небесная у нас не посыпется, деньги просто не повалятся, и надо исходить из тех ресурсов, которые есть, и развивать и законотворческую, и инициативу, поддержать правительственную инициативу, когда привлекаются инвесторы, то есть думать, 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 вдумчиво относиться ко всем положениям, то есть работать, работать не на себя, а на тех, кто тебя избрал. То есть сейчас они получили кредит, который надо отрабатывать вот в течение следующих пяти лет. Я думаю, чтобы они отработали, и весь кредит отдали до конца нашим избирателям. Андрей Васильевич, ну вот этот ссор, который вынесен, скажем так, из агитационной избы, вот этот, скажем так, негатив, и в том числе и нарушения, связанные с этим, какая работа будет проведена, и может быть, она уже ведется, но чтобы, скажем так, мы же стремимся к прозрачности и честности выборного процесса прежде всего? Ну, во-первых, мы неоднократно проводили встречи и с представителями политических партий, и в округах с кандидатами о том, что после выборов, вот завтра уже фактически будет послевыборный период, то есть день голосования прошел, и начнется новый день. Он будет таким же, то есть дети пойдут в школу, пойдут на работу кто-то, да, кто-то на учебу и так далее. То есть город не должен быть грязным. И те материалы, которые появились вот так хаотично, скажем, да, расклеенные, незаконные материалы, без выходных данных, там, черняющие, как уже Александр Николаевич сказал, того или иного кандидата, либо партию, они, конечно, не красят ни город, ни, в общем-то, тех, кто этим занимается. Мы, проходящие кампании, все проходили последние, с 2013 года, так скажем, они проходили без вот этой грязи. Сейчас, да, были факты, их, может быть, было не такое количество большое, да, но они все равно накладывают отпечаток. Я вот говорил в пятницу и в субботу о том, что избиратель все равно понимает, голосуя за того или иного кандидата или за ту или иную партию, он уже делает выбор осознанный. Сейчас избиратель изменился. Это в 90-е годы можно было его смутить, да, каким-то там листовкой, черняющей того или иного кандидата, либо же фейком, как сегодня, да, мне вот вопрос задавали, что 2000 штрафов за то, что не пришел на избирательный участок, избирательная комиссия информирует, да. Но это не работает сейчас. То есть все знают, что есть информация в интернете, штрафов никаких нет, но кто-то воспользовался этим для того, чтобы каким-то образом повлиять, может быть, попытаться на явку, либо же на то, чтобы кто-то не пришел. У нас были случаи в предыдущей компании, там, в начале 2000-х, что переклеивали наши информационные материалы о том, где находится избирательный участок. То есть сейчас мы пошли по квартирные обходы, мы внесли каждому избирателю два приглашения, он знал, куда идти. Поэтому я считаю, что черные технологии, которые были, да, попытка их применять, да, в лице распространения вот этих незаконных материалов, они не работают на территории власти. У нас прекрасные избиратели, у нас отличные, значит, северяне, которые на вот эти все негативные вещи очень спокойно реагируют. Они идут на участок и делают свой выбор, тот, который они, значит, вот через сердце пропустили. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире телеканала «Регион-29». К нам присоединяются наши коллеги, журналисты средств массовой информации. Есть, коллеги, у кого-то какие-то вопросы? Да, сегодня поступило четыре жалобы, Илья Азовский и Аха Севера. Четыре жалобы, как минимум, да. Касались они в основном, так скажем, агитации против конкретных партий. Скажите, пожалуйста, какой-то ответственности все-таки будут привлечены? Значит, в избирательную комиссию области официально ни одной жалобы не поступило. Были обращения, да, вот в интернете где-то ссылки на то, что размещаются какие-то материалы. Плюс вот о чем вы говорите, что якобы выдавались какие-то, значит, бумажки, на которые было написано, за кого голосовать. Этим информация передана была в правоохранительные органы, проверка сейчас проводится. По результатам проверки будут процессуальные решения приняты. Если факт будет незаконной агитацией, так скажем, подтвержден, соответственно, будет привлечение к административной ответственности. Если вопросов больше нет, чтобы нам поставить точку в нашем прямом включении, я предлагаю каждому из собравшихся высказаться. Может быть, что бы вы хотели сказать тем, кто сегодня пришел на избирательные участки, и тем, кто, к сожалению, сегодня на избирательные участки не пришел? Любовь Викторовна. Я хочу поблагодарить тех, кто пришел, и всегда выступая в любых аудиториях, я все-таки призываю всех нас активно пользоваться одним из основных наших конституционных прав, избирательным правом. Потому что все равно мы должны понимать, что от каждого из нас, от каждого голоса все-таки зависит общий результат, а значит и развитие нашей страны, нашего региона, решения каких-то наших конкретных вопросов. Поэтому вот, наверное, так. Александр Николаевич. Ну, спасибо нашим всем избирателям, нашим жителям Архангельской области за то, что они смогли, те, кто пришли, смогли оторваться от сбора ягод, грибов, заготовок, консервирования, и отдали свои голоса. Ну, и хочется сказать тем, кто не пришел, дорогие мои, сколько раз я уже говорил, если мы не приходим, не выбираем, то как мы можем требовать от тех, кого мы не выбрали? Это тогда, получается, не наши люди. Вы не можете с них ничего требовать. И хотелось бы, чтобы в следующий раз все-таки мы приходили и свою гражданскую активность показывали, свой гражданский долг, в общем-то, исполняли в полной мере. Тогда и можем приходить к тому депутату и говорить, я за тебя голосовал, ты у меня, поросенок, не работаешь. Вот где-то в таком духе. Андрей Васильевич, ну вы до выборов нашли нужные слова, чтобы обратиться к избирателям. Собственно, предлагаю вам их тоже сейчас найти и что-то сказать. Конечно, по линии избирательной комиссии я бы хотел сказать всем избирателям, которые сегодня пришли на избирательные участки, сделали свой выбор. Огромное спасибо за позицию, которую они выразили. А для нас позиция – это отметка в бюллетене. Ну, может, представителям политической партии, кандидатам, может быть, и не понравятся те отметки, которые были в бюллетенях. Кто-то, естественно, в этой кампании проиграет, кто-то выиграет. Но это выбор избирателя. И мне бы хотелось бы еще сказать большое спасибо всем членам комиссии избирательных. Это семь с лишним тысяч человек, которые работали на территории Архангельской области. Мы долго готовились к сегодняшнему дню голосования. Сейчас эта работа еще кипит на участках. Бессонная ночь у многих предстоит. Поэтому я хотел бы поблагодарить всех за ту работу, которая была сделана. Надеюсь, что никаких претензий к комиссиям не будет. И вот ночная работа, которая нам предстоит, будет завершена спокойно, без всяких встрясок. Спасибо большое. Ну и я напоминаю, что участниками брифинга сегодня были председатель областного избиркома Андрей Контиевский, также упалоноченная по правам человека в Архангельской области Любовь Анисимова, и Александр Андреев, председатель общественной палаты Архангельской области. Ну, добавлю, Алексей, что чуть больше часа назад закрылись избирательные участки. Подсчет голосов идет. Последние данные мы получаем здесь, в областном избиркоме. Напомню, что явка по Архангельской области превысила 27%. Ну, по прогнозам, может быть, скажем так, перешагнет и рубишь 30% явка по нашему региону. Ну, думаю, что все остальные цифры и последние данные мы еще в нашем эфире озвучим. А пока передаю слово в нашу студию. Алексей. Спасибо, Артемий, большое за героическое прямое включение. Продолжайте следить за новостями в областном избиркоме. Мы обязательно ждем новую информацию. Где-то минут через 30, я думаю, мы с вами обязательно еще раз включимся в прямом эфире. То, как работают избирательные участки в день выборов, можно сказать, верхушка айсберга. Его невидимая подводная часть – это огромная подготовка, которая шла несколько недель до единого дня голосования. Организатор избирательной комиссии Архангельской области, участники территориальной и участковой комиссии, обязательные помощники местной администрации. Давайте посмотрим, как это было в Поморье. В Архангельской области 9 сентября открыто 933 избирательных участка. 750 из них на первых этажах школ, ДК, административных зданий. Это необходимые условия для обеспечения доступности маломобильных групп населения. Многие пункты для голосования, особенно в городах Поморья, оборудованы пантусами. Сейчас, я как вижу, доступ везде есть и планирую сходить на выборы. А еще обязательно бюллетени с крупным шрифтом и шрифтом Брайля для слабовидящих. На одном из участков на юге области работает сурдопереводчик. На одном из избирательных участков, член избирательной комиссии, сурдопереводчик. Даже зампредседателя избирательной комиссии, сурдопереводчик, соответственно, поможет глухому человеку. 219 избирательных участков региона оснащены системами видеонаблюдения. Это наиболее крупные пункты, к которым приписано более 2000 человек. Также камерами оборудовано 30 террисбиркомов. В день голосования любой желающий может зайти на портал Ростелекома, посмотреть, как идет голосование, как происходит подсчет голосов. На избирательных участках Архангельска, Северодвинска и Новодвинска сегодня работает 134 комплекса обработки избирательных бюллетеней. Часть электронных урн была установлена начиная с 2011 года. Остальные монтировали в преддверии этих выборов. Параллельно областной избирком проводил учебу операторов. Преимущество КАИБа в том, что он позволяет минимизировать человеческий фактор при подсчете голосов избирателей, ускорить максимальную процедуру голосования, сделать ее максимально легитимной. Впрочем, это совсем не означает, что результаты подсчетов бюллетеней вручную, которые будут проводить члены остальных избиркомов, подвергаются какому-то сомнению. 70% в составе комиссии – опытные, проверенные предыдущими выборами, специалисты. Они провели две волны по квартирных обходах избирателей, сверяли списки, приглашали людей на выборы, выясняли, позволит ли здоровье прийти на свой участок 9 сентября. Если нет, то помогали составить заявление о вызове комиссии на дом. А еще рассказывали о возможности проголосовать по месту нахождения. Кстати, проект «Мобильный избиратель» особенно интересен молодежи региона. Студентам о нем напомнили организаторы праздника «Факультатив», который прошел в Архангельске в последнюю предвыборную неделю. Гораздо удобнее проголосовать рядом с домом, потому что график довольно-таки загруженный за счет учебы, работы и так далее. И совмещать все, и еще ехать далеко, чтобы проголосовать, довольно-таки тяжело. И поэтому я решила записаться здесь. Областной избирком организовал в регионе масштабную информационную кампанию по приглашению людей на выборы. Были задействованы телеканалы, печатные, интернет-СМИ. Как вишенка на торте, в областном центре акция «Время выбирать». На один день в импровизированный избирательный участок превратилась обычная автобусная остановка в центре города. Прохожим дарили воздушные шары, светоотражатели и браслеты с символикой единого дня голосования. А заодно люди могли подвериться о расположении своего участка и получить информацию о кандидатах в Архангельское областное собрание депутатов. Светлана Деймека, Регион-29. Главный редактор холдинга «ТК-Медиа» Денис Горин у нас в студии. Денис Валерьевич, приветствую. Добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно спросить, за кого голосовали? Ну, вообще, я голосовал по воле сердца, и я бы не хотел называть конкретные фамилии, озвучивать, да, или партийную принадлежность. Но я хожу на выборы всегда, и в этот раз тоже ходил, и мне было интересно, на самом деле. А почему люди идут на выборы? Я думаю, что, во-первых, люди идут, чтобы как-то попытаться повлиять на ситуацию. Потому что, ну, можно просто сидеть дома, быть на даче, можно сходить в кино вместо этого, но жизнь-то не поменяется. И вот я знаю просто многих людей, которые искренне верят, что если они пойдут и проголосуют, они на эту ситуацию будут влиять. Я себя к таким, по крайней мере, отношу. Но ведь те, кто не ходят на выборы, это ведь тоже позиция своего рода. Да, есть такой момент, и много говорят и о протестном настроении, и о том, что люди не идут на выборы, потому что они не хотят голосовать за конкретных кандидатов. Но это ведь тоже не вариант. Потому что, таким образом, если они не приходят на выборы, не отдают свой голос за кого-то конкретно, они не влияют на этот процесс, и в любом случае побеждают тот, кого бы они, наверное, не хотели видеть во главе списков, во главе областного собрания и так далее. Поэтому идти нужно, на мой взгляд, в любом случае. Мы тоже активно готовились к сегодняшнему дню, единому дню голосования. В течение двух месяцев мы рассказывали людям, что вообще вокруг избирательной кампании. Наверное, из того обилия материалов, что мы делали, где-то процентов 10 мы призывали людей прийти на выборы, и все остальное, что называется, около такая выборная тема, кухню, если так можно сказать. Вот эти вот, Артемий озвучил сейчас данные, 27 с небольшим процентом явка, но это на 8 часов, на 20 часов еще 2 часа не подсчитано. Я думаю, за 30 мы перевалим. Составляющая нашей работы в этих 30 процентов какова? Вообще идея информационной кампании в этом году была в том, чтобы рассказать людям о том, что выборы будут, несмотря на хорошую погоду, несмотря на удачный период. Они есть, и это очень важный процесс в их жизни, нужно прийти. И роль СМИ в этом, она, на мой взгляд, чрезвычайно важна. И в этом году мы очень плотно работали с избирательной комиссией Архангельской области, и совместно с ними реализовали проект такой информационной кампании. Все виды СМИ, электронные и печатные СМИ, телевидение, сайты, все рассказывали о том, что 9 сентября людям нужно прийти на выборы, проголосовать. И делали это в разных совершенно форматах. У нас были интервью с членами избирательных комиссий, с председателями УИКов. У нас были материалы о избирателях, причем даже о малоподвижных группах. То есть это люди, которым очень тяжело добраться до избирательного участка. И они рассказывали о том, как выборы приходят к ним домой, например. Были истории про то, как голосуют в отдаленных районах Архангельской области. В общем, вся эта масса информационных материалов была направлена на то, чтобы люди узнали о том, что выборы есть, что это очень важный, значимый процесс. И в конечном итоге пришли и проголосовали. Я думаю, что роль средств массовой информации очень важна в выборном процессе. А зачем? Ведь человек, когда приходит на избирательный участок и заходит в кабинку, он остается, в принципе, один на один с бюллетенем и ставит свой выбор, галочку ставит, исходя из своего выбора. Безусловно. Ведь задача СМИ не повлиять на выбор как таковой. То есть мы не фамилию должны этому человеку преподнести, мы должны рассказать ему о том, почему он должен прийти и проголосовать. И вот в этом задача СМИ. То есть человек должен узнать, что выборы есть, что они 9 сентября, что нужно заполнять бюллетени, что можно сделать это удаленно. Сейчас очень удобное мобильное голосование внедрено. Вот, собственно, в этом люди, которые приходят на участки, они узнают о выборах прежде всего из СМИ. — Главный наказ Дениса Горина будущему депутатскому корпусу как области, так и Архангельск. — Ну, мне как журналисту хотелось бы, чтобы депутатский корпус был открыт, чтобы он очень хорошо взаимодействовал со средствами массовой информации, чтобы был прозрачен, чтобы мы видели, чем занимаются депутаты, и они очень активно рассказывали о том, как они влияют на жизнь. А как у человека, у меня другой наказ. Надо, чтобы область двигалась дальше, нужно, чтобы мы видели развитие, чтобы появлялись новые дороги, а старые ремонтировались, чтобы строились школы, детские сады. Ну, в общем, чтобы жизнь вокруг нас становилась комфортно, и мы очень верим, что вот этот новый депутатский корпус на это как-то повлияет. — Ну, мы каждые 5 лет верим. Опять же, чтобы не сглазить, как тут вот Лена Резицкая говорила. Спасибо большое, что пришли, несмотря на столь поздний час. Главный редактор холдинга «Атыкомедия» Денис Горин был сегодня в нашей студии. Ну, а теперь давайте снова заглянем в город Корабелов. Наш корреспондент Ксения Юдина еще до выборов обратилась к жителям Северодвинска с вопросом, для чего нужно голосовать. Ответы неплохие. Жаль, что не все северодвинцы разделяют такую позицию. — Как вы считаете, нужно ли ходить на выборы и почему? — Обязательно нужно. — А почему? — Ну, как, мы надеемся на депутатов, что улучшится что-то. У них же свои там вопросы всякие. — А как вы считаете, вот почему нужно прийти и проголосовать? — Ой, вы знаете, даже не могу вам ответить на этот вопрос. Мы еще думаем, пойдем или не пойдем. — А почему вот такие сомнения? — Не доверяем, уже стали не доверять никому, не доверяем. Только самим себе. Надеемся только на себя. — Ну, нужно обязательно. Это, во-первых, наш гражданский долг, во-первых. Если мы не будем... Ну, мы решаем свою судьбу, судьбу своих детей и внуков, идя на голосование. — А вы часто голосуете? — Ну, практически. Да не практически. Каждый раз, если по каким-то причинам уважительным, только, может быть, больница или что-то, обязательно хожу голосовать. — Мы же выбираем тех людей, с которыми потом будем... Как бы они будут работать, а мы будем жить с ними. Ведь на этом будет, наверное, ну как, наш город развиваться, кого мы выберем. — На выборы нужно ходить обязательно, потому что это будущее, наше будущее, будущее наших детей, наших внуков. От этого зависит наша жизнь. Равнодушная позиция ни к чему не приводит. Наши депутаты, я считаю, что они хорошо работают, хорошо. Много делают, и мы это видим. Но не на всё хватает сил, средств на всё не хватает. Поэтому удачи, в добрый путь нашим новым депутатам. Депутат Архангельской городской думы Александр Гривцов у нас в студии. Александр, добрый вечер. — Доброй ночи уже. Не спрашиваю, за кого голосовали, видно по значку. Как прошла предвыборная гонка? Сложно было? — Она была довольно-таки сложной, потому что мы находились, во-первых, в жёстком цветноте компании, и во-втором, то есть достаточно была нагрузка, лично у меня большая, не только по Архангельскому, но и по всей области. — А почему снова идёшь в Гурдуму? Что ты не доделал? — Ну, во-первых, хотелось бы... То есть я, во-первых, в эту компанию сделал больше, наверное, упор на работу в округе, это где я живу. То есть потому что в прошлом году, в прошлый созыв, я избирался по списку партии по всему городу, то есть приходилось, скажем так, обращать внимание на все территории города Архангельска. Это довольно-таки, ну, затратно по времени, по ресурсам. А сейчас всё-таки хочу сконцентрироваться на том округе, где я живу и где меня, в общем-то, знают. — Если посмотреть на пять лет, которые остались уже позади, есть чувство или ощущение удовлетворённости от своей работы в составе Гурдумы? — Я могу сказать такую вещь, что я удовлетворён тем, что я как депутат и депутаты моей фракции, фракции КПРФ, они голосовали и выступали всегда так, как к нам обращались наши избиратели. То есть мы заставили прямые выборы мэра, мы отстаивали сохранение водоканала, там много других вопросов, по которым они все были, поднимались в течение пяти лет. Есть какие-то, конечно, моменты неудовлетворённости, потому что не всегда удавалось довести свою позицию до оппонирующих партий, но, тем не менее, скажем так, есть плюсы, есть минусы. — Что сложнее, идти по списку или быть одномандатником? — По списку идёшь, то есть за тобой весь город, с одной стороны, да, то есть это тоже большая ответственность. Когда одномандатник, это тоже тяжело, потому что люди, с которыми ты живёшь, они, как ты их встречаешь каждый день в округе, они тебя видят в глаза, и от них просто так не уйти. — Ну вот сегодня лидера одной большой партии в столице нашей Родины там чуть не побили. Не было у тебя таких вот случаев, когда люди подходили и говорили, ну что ж ты, гривцов, ничего не делаешь? — Я могу одно сказать, что у меня всегда на пиджаке, который я ношу, то есть написано «Депутат КПРФ». То есть я этот значок не стесняюсь носить, ношу его себя гордо. Это, во-первых. Во-вторых, у меня округ достаточно такой сложный был сейчас, и не боялся ходить по нему ни в 10 часов вечера, ни в 11. — То есть за слова отвечаю. Александр Геребцов? — Да, совершенно верно. — Понятно. Что говорили люди? Вот что сегодня, например, когда вы голосовали, общались, наверное, ездили по участкам, что говорят люди, какие настроения? — Настроение, к сожалению, было одно из главных настроений накануне выборов, но сегодня оно немножко было, все-таки изменилось. Это было неверие в то, что выборами можно что-то изменить. Это первый момент, потому что те выборы, которые проходили, и когда побеждала одна партия, была монополия на политическую власть, приводило к тому, что проблемы не решались, к сожалению, долгое время в городе. И люди потеряли веру в то, что можно что-то изменить. Надеюсь, что сейчас мы увидим результаты, и что-то изменится. — Почему люди потеряли веру? Я бы с этим поспорил. Например, та же явка 5 лет назад была намного ниже, нежели сейчас уже по 30%. Сейчас все-таки еще есть, можно сказать, отголосок той президентской кампании, то есть когда явку пытались поднять всеми возможными способами. Кроме того, сейчас продлили работу в избирательных участках, мы видим, что в последние 2 часа работы пришло порядка 3-4% избирателей. То есть это тоже сказалось на общей явке. — Люди поехали с дачи? — Да, то есть они вернулись с дачи уже, соответственно, и зашли на избирательный участок. — Но ведь настроения тоже изменились. Если 5 лет назад людей невозможно было вытащить с дачи, то сегодня, мы показывали это в нашем эфире, люди просто говорили, сейчас я выкопаю картошку и поеду голосовой. — Ну, значит, они наконец-то поняли, что все-таки отсиживаться на дачах — это не то, что нужно для изменения ситуации. — Ты активно общаешься? Да, ты много общаешься в интернете, много наверняка общаешься с молодежью. Почему молодежь сегодня вот такая у них? В большинстве оппозиция пойти обязательно проголосовать. — Ну, во-первых, могу сказать одно, что сегодня есть молодежь та, которая хочет уехать из Архангельска, и та, которая хочет остаться в Архангельске. Та, молодежь, которая хочет остаться в Архангельске, она хочет что-то изменить в городе, чтобы у нее по окончанию вуза была работа, чтобы у молодежи было жилье и так далее. Вопросы, скажем так, местного характера, которые можно решить здесь. — Предположим, Александр Гривцов стал депутатом Архангельской городской думы 27-го созыва. Три первых шага. — То есть все-таки я скажу, назову один шаг, но он будет включать, тянуть за собой решение нескольких этапов. То есть сегодня нам нужно выстраивать отношения с Архангельской областью в плане регулирования так называемых межбюджетных отношений. То есть сегодня, к сожалению, те налоги, которые зарабатываются жителями Архангельска, они сегодня уходят в областной бюджет и в федеральный бюджет. Архангельску остаются, к сожалению, жалкие крохи. Это нужно менять, и я надеюсь, что все-таки коллеги из других фракций это направление работы поддержат, и мы постепенно, шаг за шагом, будем наполнять городской бюджет. Если мы будем наполнять городской бюджет, значит, мы сможем сделать дворы в городе Архангельске комфортными, дороги ровные, построить детские сады, школы и так далее. — Еще очень хочу спросить, глядя на кандидатов, которые идут в Архангельскую городскую думу, очень много молодых, неизвестных зачастую. Если они проходят, то есть обновляется состав городской думы, нет ощущения, что предыдущие пять лет сработали впустую, потому что заново надо начинать? — Нет, давайте будем говорить о том, что пять лет назад я тоже был молодым депутатом, без опыта работы именно в городской думе. И за эти пять лет я набирался опыта. Соответственно, и меня учили старшие товарищи. Это нормальный процесс. Здесь вопрос такой спорный. То есть, с одной стороны, кажется, депутат старый, опытный, но с другой стороны, он не может взглянуть на жизнь по-новому. Поэтому все-таки обновление какое-то нужно. Единственное, что могу сказать, что в этом созыве городской думы, вот судя по тем кандидатам, которые выдвинуты, вне зависимости от того, какая партия победит, обновление будет очень серьезное. То есть до половины депутатов, я думаю. — Александр, удачи. — Спасибо, Алексей, и вам тоже. — Я думаю, что увидимся еще и не раз. Спасибо. Александр Гребцов, депутат Архангельской городской думы, был сегодня у нас в столь поздний час в гостях. Друзья, я хочу сказать, что у нас еще будет несколько гостей. Несмотря на поздний час, еще раз повторяю, придут к нам гости представители других партий. И, конечно же, мы сегодня ожидаем еще не одно прямое включение от моего коллеги Артемия Заварзина, который работал весь день в избиркоме. Сейчас вечером тоже продолжает там трудиться, узнавать явку, кто пришел на выборы, где явка выше, в каком городе, в каком немножко пониже. Поэтому мы обязательно еще раз включимся и узнаем, наверное, уже какие-то первые итоги голосования в том или ином населенном пункте. Ну, а у нас в студии вот так вот молодой кандидат появился, член областного молодежного правительства Владислав Рудницкий. У нас в студии Владислав Доброй Ночи. Здравствуйте. Ну, первый раз, да? Нет. На выборы был кандидат. Не первый, да? Нет, не первый. Первый раз в Зоострове было в 2016 году. Ага, почему не получилось? Ну, наверное, все-таки это связано с тем, что я сам живу на Левом берегу, а Зоострове – это не мой родной дом, так сказать. И поэтому муниципальный выбор это проиграл. А насколько вообще тяжело быть в шкуре кандидата? Ну, это, наверное, ответственно все-таки. Это ответственно. Прежде всего, потому что идет большая работа, общаться с людьми каждый день, проходить – это достаточно тяжело. И интересно. За это время можно было повстречать очень много хороших людей, и мне в целом понравилось. Нет, не было ощущения, что когда приходите на встречи с избирателями, все равно в большинстве своем в зале, там, или где проходили встречи, люди старшего поколения. Как они на вас смотрели? Вы для них еще очень юн. Я вам сейчас скажу, что фразу «такой молодой» я слышал почти каждый раз, когда я встречался. Но все реагируют положительно. Все говорят о необходимости обновления, поэтому это довольно-таки хорошо. Какие наказы они давали? Они давали различные наказы. Это и дороги, это освещение, это детские площадки. Ну, это вот то, что действительно привязано к людям ближе всего к ним. Поэтому в основном такие были наказы. Если не секрет, Владислав, сколько вам лет? Мне 21. 21. Все-таки достаточно такой молодой возраст, но вы идете в политику, в большую политику. Не рановато? Нет, я не считаю, что я так рано. Почему? На мой взгляд, чем раньше начнешь, тем больше опыта ты получишь. Поэтому к моим 20... Так, мне 21 год, и я, так сказать, иду, занимаюсь тем, что мне нравится. Стараюсь помочь людям в чем-то. Поэтому я думаю, что нет. Что говорят старшие, более опытные товарищи уже, которые, может быть, даже состоялись в политике? А что говорят вам ваши сверстники? Поддерживают меня. Они желают мне большой удачи. Мои соседи, мои друзья, которые мне помогают. И сейчас они находятся на избирательных участках в качестве наблюдателей. Ребята, с которыми мы в детстве дружили, грубо говоря, во дворе, потому что я избираюсь по округу, который... Ну, где я живу. И поэтому они все меня поддерживают, они все мне помогают. Поэтому я им очень благодарен. Если можно так передать эти слова благодарности. 10 сентября Владислав Рудницкий просыпается депутатом уже избранным, да? Все равно ведь в перспективе вы такую картину себе рисуете, наверное. Вот чем прежде всего займитесь? Прежде всего я приду к людям. Я приду, и я зайду в каждый двор, в каждый подъезд, в каждую квартиру. Я скажу, что я ваш депутат. И мне раздам каждому, как говорится, свой номер. Чтобы у каждого человек мог ко мне быть на прямой связи с ними. Потому что, на мой взгляд, муниципальная власть, это она ближе всего к людям. Она должна знать, чего хотят люди, что им нужно. И уже дальше от этого отталкиваться в моей деятельности дальше. Владислав, я 20 лет работаю на телевидении, и столько раз слышал подобные слова. Но, как правило, они после избрания кандидата куда-то растворялись. Это я понимаю. Мне люди также говорят о том, что вот вы, если изберетесь, то вы можете просто исчезнуть. Пропадете. Но я не собираюсь этого делать. Я собираюсь работать, действительно. Иначе зачем мне было идти? Потому что там живут мои соседи, опять же, мои друзья, моя семья. Неужели я буду подводить тех, кто на меня полагался? Ни в коем случае. Ну, я желаю вам исполнения вашей мечты, если это можно так назвать, да. И желаю удачи, конечно. Спасибо большое вам. Спасибо большое. Владислав Рудницкий, член молодежного правительства Архангельской области, был сегодня у нас вечером в гостях. Около 8 тысяч фотографий избирателей уже отправлено на конкурс за регион 29. Их можно размещать до 11 сентября, поэтому, скорее всего, эта цифра еще вырастет. У жителей области было 14 часов. Столько сегодня работали участки для голосования, чтобы сделать выборное селфи. Теперь начинается борьба за призы. Екатерина Исакова о креативности жителей Поморья и первом победителе. Более 8 тысяч участников, несколько тысяч отданных за лучшее фото голосов. И это еще далеко не конец конкурса за регион 29. Сфотографироваться на избирательном участке, увы, уже не получится. А вот выкладывать выборное селфи в сеть можно до 11 сентября включительно. Многие участники уже представляют себя с призами в руках. 10 июня. Ижевель Экстрим. Ну, конечно, главный приз хотелось бы выиграть. Все самое лучшее. А вот Арина Назарова из Вельска свой приз уже выиграла. С утра среди первых избирателей был разыгран новенький смартфон. С 8 до 11 часов Арине удалось набрать больше всего голосов. Я очень рада, что получилось выиграть. Это очень здорово, что организаторы придумали такой способ привлечь молодежь идти на избирательные участки и выражать свой голос. Сегодня грустят только организаторы фотобитвы. Им принимать участие в конкурсе нельзя. А так хотелось побороться за крутые призы. Мне бы очень хотелось путевку. Я хочу в отпуск, хочу где-нибудь отдохнуть. Но призы на любой вкус, поэтому, я думаю, каждый надеет себе что-нибудь по душе. Сделать фото ярким, красивым, запоминающимся помогали волонтеры. Всего их по области работало 360. Желательно на ваш телефон, если вы собираетесь участвовать в фотоинкурсе. Да. Для кого-то 9 сентября стал днем первых в жизни выборов. Для кого-то испытанием на креативность. Активная борьба за призы идет в каждом районе Архангельской области. Вот так проявили фантазию, например, жители Онеги. Ну что, мы семья. Серьезно настроены и в Вельском районе. В этом конкурсе я хочу выиграть главный приз велосипед, который подарю своему сыну на наступившее 1 сентября. Во-первых, это продлевает еще историю выборов, потому что какое-то время проходит процесс голосования, рейтингования, выбираются победители. А во-вторых, это какой-то такой дополнительный бонус. Побороться за призы еще можно. Для этого нужно разместить фото, сделанные в единый день голосования, у себя на странице ВКонтакте до 11 сентября. Обязательно поставить хэштег «За регион 29» и хэштег своего города или района. Если все сделать правильно, фото автоматически появится на сайте конкурса «За.регион29.ру». Победители определят по количеству лайков на сайте. Отметки «Мне нравится» ВКонтакте при подсчете голосов учитываться не будут. Имена лучших авторов выбранного селфи Архангельская область узнает 24 сентября в эфире телеканала «Регион 29». Екатерина Исакова, Ирина Ившина, «Регион 29». Организатор конкурса «За регион 29» Мария Пропис. У нас в студии. Мария, доброй ночи. Доброй ночи. Ну что, можно поздравить? Первый айфон разыгран. Первый айфон, все верно, разыгран. Он шел у нас в Вельск. Мы поздравляем участника из города Вельска. Они были сегодня очень активны. Там буквально второе место вслед за первым участником занимал участник тоже из Вельска. То есть они самые первые, самые ранние. И айфон, да, уехал в город Вельска. Уже уехал. Уже уехал, да. И, конечно же, это не отменяет их право участвовать и в общем конкурсе. То есть они могут продолжать и выиграть также велосипед, микроволновку, мультиварку. Ну и все призы, которые предусмотрены у нас для Вельского района. Все 309. Все, практически все 309 призов. Понятно. Мария, вот результаты сегодняшнего дня можно как-то? Как все прошло? Ожидания исполнились? Ну, хотелось бы, конечно, всегда большего. Но, в принципе, все хорошо. У нас на данный момент уже около тысячи голосов. То есть мы собрали около тысячи участников. И загрузка на сайт продолжается. Порядка тысячи обработаны модераторами. И еще 8 тысяч стоят в очереди на обработку модераторов. Модераторы будут работать активно до 11 сентября. 23.59 можно будет загрузить фотографии. Поэтому те, кто еще не успел это сделать, те, кто хочет еще дополнить что-то, добавить, добавить какие-то рисунки, картинки, украсить свои фото, пожалуйста, мы ждем со всеми модераторами, с группой модераторов. Будем ждать всех участников. Ну и давайте конкретно, пошагово просто расскажем. Я сделал фотографию на избирательном участке. Что дальше? Вы сделали фотографию на избирательном участке. Вы должны ее выложить в свою соцсеть ВКонтакте. То есть вы ее загружаете и ставите нужные хэштеги. Первый хэштег – это «За регион 29» название конкурса. Пробел. И второй хэштег – это наименование либо муниципального образования, района, города, где вы проживаете. Если вы все сделали правильно, без ошибок, то фотография загрузится на сайт «За.регион29.ру». Потом она пройдет модерацию. Если вы все сделали правильно и там нет агитационных материалов, какого-то расовой дискриминации и прочих запрещенных мер, то тогда эта фотография, уже за нее можно будет голосовать, она будет видна всем пользователям, размещена на сайте. Но еще какой-то репост надо сделать. Обязательно, конечно. То есть все участники, которые сейчас уже претендуют, да, и разместили фотографии на сайте, они должны сделать репост любой новости о конкурсе. Но большинство участников уже справились с этой сдачей успешно, и сейчас уже проходит тап размещения фотографий на сайте. В этот раз, в отличие от голосовача, который был на президентских выборах, с фотографией можно делать все, что угодно. Усики дорисовать, там, насколько я понимаю правильно, да? Насколько творчески у нас жители Архангельской области подошли к конкурсу? Да, хотелось бы отметить, что Устьянский район, Вельский район и Верхнетоемский район особенно творчески подошли к конкурсу. То есть видно, что люди готовились, они приходили с зарисовками, с плакатами, с картинами, с различными шляпами, украшениями. То есть очень интересные фотографии с подписями. То есть было очень интересно смотреть. Я думаю, что они понравятся и всем остальным участникам, кто будет за них голосовать, потому что уже более 5000 голосов подано за различные фотографии на сайте. Если они все выложены у нас в группе ВКонтакте, их можно посмотреть на сайте, поэтому выбирайте то, что по душе и голосуйте. Понятно. Среди участников люди пожилого возраста, молодежь, средний класс, кто? Есть люди и пожилого возраста, но, конечно, их меньше в связи с тем, что нужно фотографии все-таки выложить в соцсеть ВКонтакте, не всегда пожилые люди пользуются уже этой соцсетью. Конечно, в основном молодежь и среднего возраста. В том числе и много фотографий с детьми, конечно. Замечательно. Дети – наше будущее. Однозначно. Когда результаты, каким образом будем подводить итоги? До 11-го, как я уже сказала, мы принимаем фотографии на модерацию. До 16-го числа мы предлагаем участникам собирать голоса за них. 16-го числа в 23.59 мы останавливаем голосование и берем неделю на обработку фотографий, на то, чтобы отсмотреть, были ли закуплены боты, были ли какие-то нечестные способы накрутки. У нас предусмотрена система сайта, которая позволит нам выявить всех этих участников. И они будут, к сожалению, дисквалифицированы. И уже 24-го числа в прямом эфире телеканал «Регион 29-19-30» мы объявим имена победителей. То есть накруток никаких не может быть? Однозначно. Мы будем очень строго за этим следить, как, собственно, и в марте. Мария, спасибо. Удачи вам и вашему конкурсу. Еще есть время, что называется, выложить фото и победить, и выиграть один из 309 призов. Поэтому, дорогие друзья, обязательно делайте это, и вам обязательно повезет. Мария Пруперс, организатор конкурса «Регион 29-19», была в столь поздний час у нас в студии. Ну, а сейчас я хочу вновь обратиться к своему коллеге Артемию Заварзину. Он работает в обл. избиркоме. Чтобы Артемий поделился данными о явке, а может, уже какими-то первыми результатами выборов, которые прошли у нас в регионе. Артемий, тебе слово. Да, Алексей, ну, о первых результатах, и тем более окончательных результатах говорить пока рано, но та информация, которая есть к этому часу, вся она сейчас прозвучит из уст председателя областного избиркома Андрея Кондиевского. Андрей Васильевич, итак, что же к этому часу? Вот уже практически полночь. Что можем сказать? Продолжается подсчет голосов на участковых избирательных комиссиях. Сюда поступает информация как с районов, так и с городов в информационный центр, и появляется информация на этом экране. Пока вот прямо сейчас порядка 41, может, 42 протоколов введено. Сейчас пойдет процесс, да, процесс пойдет сейчас, конечно, быстрее, потому что вы понимаете, что протокол приводится в участковые комиссии непосредственно, значит, в территориальную комиссию. Это время занимает, значит, и транспорт, особенно в районах. Ну, я думаю, что часам к двум, да, уже процент обработанных протоколов увеличится. Ну, и, думаю, к утру мы закончим ввод информации и получим предварительные результаты. Ну, а пресс-конференции, которая завтра состоится, мы уже сможем рассчитывать на какие-то итоги? Ну, мы будем все равно говорить о предварительных результатах, потому что подведение итогов будет осуществляться окружными избирательными комиссиями завтра, так как часть протоколов ТИКов повезется в окружную комиссию, и, естественно, что это будет уже утром в светлое время суток. Ну, плюс к этим результатам присоединятся те, кто голосовал досрочно, мы о них сегодня совсем не говорили. Сколько много их было у нас в регионе? Досрочно проголосовало 4 210 человек, в том числе на судах флотов 682 моряка проголосовало, то есть это примерно 0,46% от всех избирателей. Эта цифра не очень большая, но она уже вошла как бы в часть протоколов, которые введены по судам флота от голосовавшим, да, уже здесь они есть. Ну, явка пока, можем говорить о том, что больше 27%, но вот 30% порог этот мы преодолели или нет, пока нельзя сказать. Мы скажем об этом завтра, когда подведем уже итоги. Я думаю, что 27% было на 8 часов, соответственно, естественно, явка будет выше за счет тех двух часов, в которые избиратели шли очень активно на избирательные участки. Спасибо большое. Андрей Контиевский, представитель областного избиркома, в течение сегодняшнего дня был вместе с нами в прямом эфире. Ну, он плавно входит в ночь, подсчет голосов продолжается. И уже завтра в прямом эфире мы расскажем о первых результатах, которые огласит областной избирком. Ну, на этом все. Алексей, передаю тебе слово. Спасибо, Артемий, тебе за работу сегодня в областном избирательном комиссии. Передай от нас слова благодарности всем членам областной избирательной комиссии за то, что так всегда нас душевно принимают и обязательно дают нам интервью. Друзья, такие данные к этому часу. Подсчитывать голоса будут, как сказал Андрей Контиевский, председатель областного избирательного комиссии. До утра, может, и дольше. Я хочу сказать, завтра на телеканале «Регион-29» в 10 часов 50 минут мы в прямом эфире будем подводить итоги выборов нового состава регионального парламента и Архангельской городской думы. Мы будем транслировать пресс-конференцию председателя областного избиркома Андрея Контиевского, на которой он озвучит предварительные итоги единого дня голосования. После в нашей студии будут эксперты, которые поделятся своими мнениями, как голосовало по морю. Начало, напоминаю, в 10 часов 50 минут. Ну а сейчас я благодарю всех, кто нас смотрел. Говорю отдельное спасибо коллегам, с кем делали этот эфир. Увидимся уже практически через 12 часов всего в этой же студии. Так что приятных послевыборных вам снов. Субтитры сделал DimaTorzok